И если с верхней частью все понятно, там полуфиналисты определены, это Джонни Кейдж против... А, я не помню против кого, блин, они там играют. Давайте посмотрим. Против Кэша. Против Кэша, отлично. Да, у нас гостья, у нас Кирилл, который будет читать чатик. Ноктюрн, Варвар, Ксиднея, здравствуйте. Вот, я спал совсем недавно, поэтому поймите правильно. Сейчас мы смотрим на Нитрона против Кайсериса, он играет под аккаунтом Derkans. Плохо очень знаю этого товарища, слышал много раз никнейм, но, кажется, не в игровой плоскости. Ну, то есть, может быть, он организовал турниры, может быть, что-то он писал, но как игрока, я, к сожалению, его не знаю. Ну, а Нитрона, наверное, знают очень многие, особенно те, кто следил за Варкрафтом, не знаю, там, 15-20 лет назад. Это товарищ из Владика, товарищ талантливый, товарищ, который уже давным-давно серьезно в Варкрафт не играет. Но у него в целом есть большой опыт, багаж знаний и желание поигрывать в Варик, и он, собственно, периодически доходит до четвертьфинальных, полуфинальных стадий. Насколько я знаю, никогда в АТРах не одерживал победу, но... Привет, мистер Лайт, сори, да, что я сегодня так поздновато, но мы тут все, в общем-то, больные. Сначала Женя, потом я, сейчас Ира, гости приехали, большая часть из них тоже переболела вот этой вот новой заразой. И два дня я отлеживался, потом на третий, на четвертый, ну, сейчас четвертый, по сути, день. Вроде уже все нормально, но остаточные штуки остались, ну, есть там, и нос, и горло, ну, ладно, хрен с ним. Главное, что живы, здоровы, поэтому последние несколько дней на самом деле удачно совпало, что и гости приехали, и то, что болеем, потому что, ну, целый день не постримишь, ни по той, ни по другой причине, а так получается, что совпало, и нормально, в общем. Так, Нейтрон за Альянс через первую Нагу делает разведку, увидит Хумана. Нейтрон за Альянс, наверное, играет как за третий в свой раз, то есть эльфы, орки, Хуманы, потом Андеды. И, ну, Нага-герой для фуфашечки, наверное, не очень хороший, но для Хуманов, да, тоже не очень хороший. Она в целом такая, герои поддержки скорее ее берут вторым для того, чтобы разогнаться от таверны, ну, побыстрее, чтобы у вас было продолжение какой-то агрессии. А первым героем, конечно, Нагу берут только в том случае, если собираются застраивать. Кстати, это вполне... Нет, тыкнул Т2. Просто Нагой можно эльф прижать. Ой, сразу отлично встречает по центру, подрезает Арчу. Явно здесь был Авер против Сяокая второго часа. Да, я удивился, приятно, что Леха играл в Варик. У него была победа славная над мистером Винером по сетке, а потом не менее славная 2-0 против китайского... не помню у кого, Ксяокая, короче. Ютуб можно поднять? Можно. Как придет Аспирант, сразу поднимет. Гуф, выздоравливаем нормально потихонечку. И вот прибегает Нейтрон. Если бы он решил, кстати, сыграть более агрессивно, не стал бы делать грейд на следующий тир, то вполне мог застроить просто Бладмейджа с этими двумя Арчурками. Тем более, видите, одну Арчурку потерял в центре эльф. Сейчас вторая страдает, Барак достаточно далеко, и вот Нага уже вторая. Непонятно, как тут отбиваться. Хантерс Холл, Т1, кстати, и второй Барак. Короче, он двумя Бараками и Хантресками будет от Нейтрона отбиваться, но у Нейтрона, на самом деле, не... Ну, как бы это сказать, у него... Ну, это не All-In, короче. Он не вкладывает все в эту атаку, поэтому все будет ОК. Он доживает там до Т2, там выходит в рифлов каких-нибудь, пожалуйста, куйницу делает. Стандартно за рифла пушит, скорее всего. То есть этот эльф уже скорее мертв, чем жив. Два Барака у него... Ему помогут, конечно, отбиться, но это очень серьезная цена. Продолжения после двух Бараков нет. Прибегает первая Хантреска. Нейтрон видит, что это Т1, понимает, что тут вопрос только во времени. Он должен в... Просто... Прижимать потихонечку. И не терять сильно героя. Можно даже телепорт прожать, если захочется, то никто его не заставляет убиваться об эльфа. Нет, это ковид, ковид. Торчебес, это все ковид. Все по одному и тому же шаблону просто. И люди заболевали там спустя день-два, которые сконтактировали. И сценарий один и тот же. То есть у нас какая-то разновидность, которая вот такая простудная. Вот. И родители тоже, блин, поболели. Тоже синхронно, поэтому там... Это явно не грипп. Привет, Дэвис. Три сотки закинули? Три сотки закинули? Да, да. На здоровье, короче. На счастье, на здоровье. Спасибо большое. Я не все посмотрел в чатике. Добрый вечер, чатик, привет. На какой стадии турнир? Мы только что присоединились, как и ты, в общем-то, и смотрим первый матч. Но это четвертьфинальный матч. В отличие от прошлых турниров, в этот раз стримим не с самого начала. И... Ну... Да. Не с самого начала. Это четвертьфинал. Хороший блок, но, опять же, на гу скачет нормально. Рифлы первые идут. А, включает щит на втором уровне. Пытается развести на телепорт, но Нагоус убегает. Блин, даже телепорт не удалось в смысле эльфа отжать. Все, дальше второй герой, каким бы он ни был, все равно он хорошо будет сочетаться с Нагой. Вообще, прекрасно будет сочетаться с Нагой. То есть, хуже, если она остается одна. А там кто бы не вышел нормально. Все, коты забегают. Ой, опасный момент. Варденочка. Кидает даггер. А теперь можно, кстати, и... Бладмейджа убить. Потому что он нездоровый. Два кинжала есть. Так. И... Нет, решил не присоставить. Хотя он мог развести на телепорт. Не знаю, почему не стал. Типа, блокировали бы, наверное, коты. Боялся этого. Все, дальше что? Нейтрон. Решает пойти, то ли покрипится, то ли поставить нычку. Черт его знает. Вертик, да я представляю. Все нормально. Черт, плеер с автокачеством отказался стартовать. До этого работал. Бывает. Ничего страшного. Переключается на основной и все равно тестовый. Бывает такое. Что еще раз? Да, завтра... Завтра мы вечерком обязательно что-нибудь постримим. Не знаю, правда, во сколько. Надо понять, когда у нас будет... Когда будет пауза. Масштабер на стрим. Может быть... Я видел, что Леша играл. Я видел, что Леша сейчас стримил. Там против кого-то играл уже не в рамках турнира. Леша молодец. Берут наемников. Собирают какую-то порочную мучительницу. И клыкара воина. Черт его знает. Что? Клыкара, конечно, ничего не может делать. Это с маной явно. Поэтому что-то умеет. И урон у нее хороший. Но что у нее там за косты? Я, к сожалению, не знаю. Две лорницы. Ну, эльф играет стандартно. Просто у нее очень медленный получается старт. Из-за того, что он там через два барака пытался как-то отбиваться. Каширский кот. Привет. Друзья, всем добрый вечер. АТР-23, кажется. All the Random турнир, где все играют за случайную расу со случайными героями. И подключаемся ближе к концу процесса. Варька третья. Базу решил не ставить. Нейтрон, что странно, кстати. Может быть, он не уверен, что там эльф не застрял на Т1 и не продолжает снова строить хантресс и решает, например, не рисковать слишком сильно. На ютубе не трансляции. Бывает. Город в осаде. Он на многие жалует, что он на двигатель предлагает не работать. Но не все, не все. Некоторые жалуют. Как правило, минимум плюс будет жаловать. При меня есть много местами. А, может быть, кстати, кодировщик не включился. Напишите, пожалуйста, в чате, у кого, ну, текстом, у кого плеер не работает, попробовать исходное качество. Вдруг там реально кодер не включился. В последнее время зачастили одновременные трансляции, то есть там активность повышенная от стримеров. Заработал на исходном нор. Ну вот, получается. надо. Подождем. Я все равно начало сам этот. А, во, исходное... Говорят, заработало. Окей. Да мне неудобно, потому что я реагирую, короче. Ладно. Так. Второй ДК с Аурой. Он отсюда, скорее всего, не выйдет. Блин, ну не трожь, ну что ты делаешь? Мог спокойно здесь зажать ДК и даже двух котов, если поставил там, не знаю, варденку правильно вот сюда как-нибудь, или там подогнал еще парочку. Бывает. Привет, Фазгас. А то, резус, переподписка, нифига себе, 97 месяцев. Все, ставится база, нейтрон не рискует, две вышечки, сбивает пустой дирижабль, не сбивает пустой дирижабль, но это не важно на самом деле. Сейчас можно... Можно пойти дальше крепиться, например, вот против часовой стрелки, там есть кто-то. Можно, да, попробовать отбить вся от забеганий противника, но армия на самом деле довольно простая. И можно просто попытаться эльфа убить. Блин, не отменил вышку сейчас. Варька подставилась. Нейтрон может на самом деле выиграть здесь, только он тянет зачем-то. 24 лимита. Здесь 50 ровно, выход медведей. Сейчас нейтрон на самом деле дает противнику дожить до темы, которая может представлять угрозу. Дота-3. Дота-3, да, скоро будет. Дота-3. Габен. Эльф пытается развести. Нейтрон понимает, что его будут разводить, делает вышки, не успевает сделать вышки. Короче, реально, Нейтроша немножко по это самое. Потерял инициативу, сейчас его могут захарасить. Ему либо воркшоп делать, отбиваться от дирижабля как-то через первые вертолётики. Ну, можно новый купить, это не проблема здесь. Важен принцип. Что-то выкладывает, перекладывает силипорт. Не, все равно довольно серьезные потери у эльфа. Теряет там двух хантресок, теряет, еще подрезает дриаду, кухускара. Короче, спасается только два героя эльфийских. Это несерьезно. 39 лимита, одна база. Два медведя дошли. О, вот это прекрасный момент. Короче, пока там контролил эльф, футмены заманили трех медведей без формы до красной точки. И... Ну, и там минус один медведь получился. Короче, нейтрон успевает реагировать на противника, читает игру. Я думаю, что именно он окажется в полуфинале. Посмотрим, как это там раса будет. Не знаю, за кого еще Кассерис в оригинале играет. Вряд ли он эльф. Раз... От... От агрессии так странно реагирует. Медведи с Риджуф накидывают, но тут оболишь. Тут же диспола идет. Битый герой, битые медведи. И сейчас лимита там 60 нейтрона придет и, скорее всего, накажет эльф. То есть тут сценарий довольно простой. Мишаня, это же четвертьфинал? Да. Это четвертьфинал. У нас сейчас там личное сообщение еще при... Пришло. Ну, там лично товарищ, видимо, я пропустил он довольно большой, к сожалению. Так что, если ты слышишь, друг, скинь в чат это сообщение. Вопрос, потому что я его... Да, или Русбрейн закидывает. Но, судя по тому, что... Так, Вария. Сразу видно, что нейтрон за эльф играл. Как только у него после наги пришла Вардена, только ее и качал. Варька, несмотря на то, что второй герой, она почти пятая здесь, а нага третья. Можно купить еще... Хотя есть два свитка, нормально. Уже... Уже хватит. 60... 60 из 66. У эльфа 50. Нейтрон не торопится. Опять же. О, эльфа 50. Ой, эмадга, привет. Реально, нейтрон как будто специально это самое... Тут ходит, что-то собирает. Видимо, он проверяет периодически базу, я это не замечаю. Ну, не успеваю смотреть. А он смотрит, что у эльфа нет базы. Или там, где есть, отменяет ее. А сам не торопится лезть, короче, на мейн к эльфу. Пятая варден, минус экспанд. Сейчас, кстати, эльф может сажать просто эксп. Прийти, медведями сделать риджу, попробовать съесть флеймстрайком. Вот, и все. А что там, став есть? Ага. Став был не у того героя. Это ошибка, как раз эльф от эльфа. Ну, ладно. Довольно простая игра, немножко... Немножко в одну калетичку. Немножко скучная, да, потому что интриги никакой. И так как у нейтрона было колоссальное преимущество после того, как он заставил противника потерять миллион времени, отбиваясь от какого-то там четырех футменов. Разминочный, да. Ну, для них эта игра, конечно, была далеко не первой. Надо посмотреть InVeinCN. Это какой-то китаец еще новый появился на турнире. Их обычно трое было. Мне любопытно, с кем еще нейтрон играл. Ну, вот с китайцем как раз сыграл. С Аластером 21. Не знаю, кто это. Но следующий его противник будет трендец, какой сложный. Это один из лучших рандомщиков, ну, так скажем, не корейских. Ну, правда, меня, например, Джонни Кейдж тот же самый очень сильно на каждом турнире удивляет, потому что он вроде как однорасовый товарищ, но он играет за другие расы значительно лучше, чем остальные. Вроде Хуман. Простыл. Да, это ковид у нас. YouTube стримчик не стартанул? Нет, я не стартую стримчик на YouTube. Это делает Аспирант. И, кажется, сегодня он у нас будет отдыхать. Он попросил перерыва, так скажем. У него какие-то семейные темы. И я его понимаю, естественно. Чего он? У него же мелкие там семья, ты чё? Вот, поэтому располагайтесь на ГГ, если у вас есть, конечно, такая техническая возможность. Нейтроны выпадают эльфы, и этот рандом ставит почти крест просто на интриге в этом матче, потому что мы видели, как играл мы видели, как играл товарищ Кайсерис в прошлой расе за эльфов, и это явно не его родная раса. Ну, а Нейтрон, да, и в Мироре он хороший, и в принципе. Тут даже не важно, какой герой выпадет первым, потому что за эльф можно играть там на юнитах, на стратегиях, а не от героев. Когда Резик, скорее всего, завтра просто я как только определяюсь над трансляциями, сразу пилю анонс. Сейчас сложно сказать, потому что завтра у нас понедельник, в понедельник и может затянуться регулярная работа, может быть, вечером какие-то будут активности, типа там, не знаю, там репа у нас может быть, а может не быть, может быть в 6, может быть в 8, может быть в 9, как только сразу пилю. Для этого и анонсы собственно сделаны, чтобы оперативно оповещать о началах трансляции. Так, сделал разведку, Кайсерис понял, что ситуация не очень хорошая. Культистик 40к говорит, Миша, еще раз доброго вечера, желаю скорейшего выздоровления, да и уже нормально все, и хорошего настроения, спасибо большое. Как только загрузил стрим на исход, он спокойно переключается на любое качество. Магия какая-то. Окей, хорошо, может быть просто так совпало, что переключился, вернулся обратно, а там транскодер заработал. Где анонс можно посмотреть? Анонсы под плеером находятся. Там такой блок с информацией, типа какая трансляция идет, и если есть анонсы, то они там отображаются. Второй раз выпадает Нага Нейтрону первым героем. Но Нага за эльфов гораздо полезнее, чем Нага за хуманов, потому что у вас все стреляют, все рейнджовые, и хороший герой. Можно даже поиграть через, не знаю, там большее количество арчелий, из какой-то пуш на Т2. Мне кажется, что Нейтрон будет играть через, вот как раз вот, как я сказал, что один барак нон-стоп арчи, и с ногой что-нибудь агрессивное придумает на Т2. А его противник играет очень странно, что агрессивно так, потому что ему немножко не хватило до второго. Один алхимик с одной арчой против Наги на криппинге сделать особо ничего не может, потому что Нага может форкетом добить, Нага на рейндже может его постоянно отстреливать. О, асидка попала, вот это неприятно. Да, хоть пробовал убить арчу, да, и может убьет, уже это и сложно будет. 17, один хит, ааа, один хит у арчи. Две арчи с уроном 16-18, не смогли пробить одну арчу, которая была 18 хитов. ГГАКС, для какой проблемы? Просто, я вижу только это сообщение, поэтому... Убежал алхимик, по сути, вот он ничего не добился. У него ни жизни, ни маны, ни опыта, он ничем, он рисковал жизнью арчи. А, и тут ты один. Ну окей, может быть, это и правильно, то есть попытаться каким-то образом нахалявить, попытаться там как-то масхантресками убить, но... Похоже, что товарищ играет масхантрес за эльфов просто потому, что не его, это раса, и... Вот. ой, матга, да, рад тебя видеть. Чувствуешь по интонации слово рад, как я рад тебя видеть. Привет. Так, дальше. Дальше Кайсерия скрипится, получает второй. Получается Кролл в Зе Бист, который при пуши, при воюю Олыни вряд ли поможет, потому что Нейтрон умеет диспелить Веспов. Ну и Нейтрон, наверное, сейчас сразу закажет второго героя и Грейт на Арчем на Дальность. И он делает две лорницы. Грейт Арчем на Дальность, а второго героя нет. Ну как так? Ну почему... Сразу прохладный появился, говорит Амадга. А то уже в трусах приходится сидеть, как... А-а-а, что случилось тут у тебя? Кстати, мне наконец еще открылось меню изменения русского никого. Просто почему террисмены всего этому есть причина, чисто любопытство. Ну чтобы... Это кажется три раза то ли в месяц, кажется как-то так. Ну то есть чтобы не было такого, что там развлекают люди и меняют свой никнейм по 20 раз на дню. Сняг говорит три раза в месяц. То есть это нормально. Сегодня ты проснулся упырем, завтра выбираешь себе другой никнейм. Какая ты сегодня? Очень много хантресок. Арчи понимает, что там два барака. И скорее всего Нейтрон проверял тоже. Я моргаю разведку Нейтроновскую. То есть он умудряется еще с одного барака двумя этими шестью арчами подрезать хантресок. То есть человек, вот этот вот человек, за которым мы наблюдаем, который хантрес гоняет, он дико впереди должен быть по агрессии. А в результате никакой агрессии до появления дриад, потеря юнитов, как вы видите. И как только выйдут дриадки, да даже раньше выходит Маунтун Кинг, делает клэп, демобилизует хантресок. Как мне нравится. Арча поняла, что ее будут сейчас фокусить просто по развороту котов. То есть Нейтрон заранее начал отводить юнитов. Все, и с первыми дриадами уже хантресом делать нечего. Вот эти вот две дриадки могут оставшиеся людей всех раскайтить. При том, что ни одной Арчи Нейтрон не потерял. Ну, как и говорил, интриги никакой здесь. Выпала родная раса. Да, гг. А вот следующий матч будет значительно интереснее, потому что Starshape должен, он играет в среднем лучше сейчас, чем Нейтрон. Он мало того, что активный игрок такой соло, так еще и соло-рандом он активный игрок. Я не помню, чтобы Starshape вообще принимал участие на последних там трех-четырех турнирах именно этого формата, поэтому ему может быть не очень привычно катать за плюс еще случайного героя. Но можно звуки из игры погромче? Да, конечно. Тут по-другому тут все, сейчас должно быть как раньше. Всем добрый вечер, друзья. Смотрим АТР под номером 23. Смотрим на сеточку. Давайте скроем ненужные туры. И кэш против Джонни Кейджа. Нейтрон против Стоп, у нас тут кажется проблема с репортом. Этого еще не может быть. Да, этого не может быть. Да, и сразу кто-то отменил результат. Я не стал нажимать на отмену результатов. Это видимо... Ну, там может быть кто-то быстро зарепортил, да, мискликнул, что проиграл. Там одну кнопку фактически тебе нужно нажать для того, чтобы зарепортить лосс. о, кошерный котик, здравствуй. О, это никнейм просто, там не котик, там прям... Так, Кэш с Джонни Кейджем должны вроде как играть уже. Но я посмотрел, наверное, Нейтрона. Проблемы. Человек только выписался, ты заболел, так что с тебя Resident Village. Ты смотрел, надеюсь, Азарович, прошлой части? А, я помню, последняя четвертая часть у нас Resident Evil. Я еще прихожу, такой уставший вечером, начинаю играть, чувствую настроения нет. Там, ну, поиграл кое-как часик-полтора, ну, а потом ночью проснулся все с с вирусом и понял, что вещи все-таки взаимосвязаны. Надо было прислушаться. Занонисли ремансер Resident Evil 4. Ну, в прошлой части старенький я не особо играл. Мобильная лагайчо, как будто диск-навигатор битый. Да ладно! Да ладно! Не может такого быть! Секундочку. Так. сейчас я еще с гостей. Да, я все в порядке, я справлюсь. Нормально. А, камеры не было, давай я камеру включу. Ты хоть попрощаешься. Вот, давай. Пока, пацаны. Все, отлично. Так, дайте я на всякий случай это был разбрейн. Пока, говорит, разбрейн. я тоже переболел, у нас там тупо по скорой в палаты подымали, а только потом брали ПЦР-тест. Ага, карандаш, здравствуй. Добрый вечер, поправляйся, вот практически вылечился ковид. Она не это самое, не страшная, ну, не такая страшная, так скажем. Да. Заходим пока в игру. Варкрафт. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бахнули, и я поймался на мысли, что у меня про деформацию я не могу комментировать не в одиночестве, то есть я обычно, ну не знаю, последние там, не знаю, 100-200 тысяч трансляций, 5000 трансляций провел за закрытыми дверями, ну то есть у меня комната есть, там есть дверь, она закрывается, периодически заходит жена к жене, привык, а коты меня не беспокоят, вот. И, и все, и я как бы в поток ухожу, ныряю в игру, и все. А тут я должен реагировать, шум, гам, там, руссбрейн что-то говорит, мелкий что-то, там еще Олег говорит. Короче, сейчас возвращаемся в привычное состояние, и я реально такой не мог никак собраться. В одиночестве как же коты. Привет, ледокол, спасибо большое за оперативное реагирование. Там, кажется, со старта транскодинг не завелся, кажется, потому что все говорили, ну, говорили, что с исходным все ок, а на других нет трансляций просто. Сейчас были жалобы, типа, что мобильное лагает, ну, может быть, это Мадга тролль и поднял по ложной тревоге. Фух, все, погнали. Нейтрон против Старшейпа. Это полуфинальный матч 23-го турнира от AirCup. Там призовой уже хороший. Я, правда, я не помню какой, но там что-то хороший призовой какой-то. То ли 13, то ли 15 тысяч рублей. Там, кому несложно, посмотрите, пожалуйста. Вот. Во втором полуфинале кэш против Джонни Кейджа тоже очень два сильных рандомщика. Кэш, который последние там полтора-два года менял расы, как перчатки, перестраивался. А 21 тысяча 220. Мне, в общем-то, казалось 23, но я подумал, что как 23 может быть. Скорее всего, я перепутал с 23-м АТРом по номеру турнира. Но, оказывается, 21 тысяча рублей на этом турнире. Прекрасный турнир, замечательный формат, сильнейшие игроки. И... Нейтрон пытается поставить базу. Зачем он с Дредлордом вообще приперся мешать криппингу? Ну, не хочет, чтобы экспант ставил андет. Видимо. То есть, если ты готов играть в макро патифандеда, это... Это твое решение. Ох, добил, но не добил! Второй левел получил сопромат, то есть дистромат. Так зовут Питлорда. Вроде в этот влетел. Прям, прям четенько по таймингу. И... У Соника образ старейшины Йети. Соник... Шоумэн! Шоумэн! Красава! Не трожь пытается гулик битых за контроль, чтобы им тут не досталось. И при этом делает грейт на Т2. То есть, он бросил идею поставить базу. Какие битые гули! Ё-моё! Нерубка пытается тут как-то что-то где-то сделать. Три красные гули убегают. Нитрон очень хорошо контролит. Для футмена потерял Старшейп. Очень хорошо расконтролил, не трожь. В целом, правильная, наверное, идея с тем, чтобы не лезть, не убиваться в такой шаткой ситуации делать экспанд. У него два с половиной левел. Он убил не только, зачистил не только полностью эту точку, но и справился с несколькими футменами. Ё-моё! Дредлорд первый с рифлами, кастерами. И я, если честно, сейчас немножечко сомневаюсь в том, что вообще Старшейп адекватен. Ну а что можно было сделать? Вообще, с ДЛом реально надо было экспанд ставить самому. Типа. Либо играть, например, в, не знаю, Т3 коней. Нет, это какая-то дичь вообще. Дредлорд за Хумена, это какая-то, какая-то дичь. Оверлай будет? Да зачем Оверлай? Может, будет. Посмотрим. Форсив вторым героем. Проверяет экспанд. Экспанд потихонечку не трожь ставит. Берет книжечку себе. Оверлай, кстати, проще, чем Ютуб стартануть. Старшейп подпушивает. Нейтрону нужно дождаться. Нейтрон, на самом деле, очень себя нагло ведёт. Он чувствует своё преимущество и говорит, я базу поставлю и Т3 прожму, как бы. И это может ему аукнуться. Освещение, да, поменялось, потому что монитор поменялся. На старый монитор не поставит свет, но ты помнишь эту штуку. Но это освещение, кстати, оно хорошо заходит под этот, под... Под резик. Как раз вот, чтобы у тебя было... Что-то освещено хорошо, что-то нет. Как самочувствие. Ну, температуры же никакой нет. И слабости тоже никакой, соответственно, нет. Есть просто остаточные грипповые такие штуки. Типа нос, горло. Как-то так. Не, горло не особо валило. Оно просто... Просыпаешься и... У тебя просто низы колоссальные. Заложено оно тоже было. Так, здесь опасный момент. Пытается Нейтрон подрезать рифлов. Ой-ой-ой. Надо сейчас прожимать телепорт. За вторым рифлом пошел. Правильно, это уже была идея, но, к сожалению, чуть-чуть не успел. Армию игрока атакуют. В результате Т3 доделается сразу будет Фрэнзи здесь заказан. Уверен. Тем более Фрэнзи сейчас процентов 30 дает скорость атаки. Не как раньше. Или 25. Раньше 15, конечно, давало. Очень слабенький грейд. Арбаус и Хи. Да, и в результате Нейтрон не смог базу поставить. То есть минус Зигурат. Райфлмен пытается уйти. О-о-о-ой. Нейтрон занят. И мы наблюдаем, как умирает Гуля. А Калит тоже получает. До 35 к скорости атаки, оказывается. А, наверное, было 25. Стало 35. Да, реоргент. Привет. Ну так, нормально. С горлом аккуратнее. Я после ковида словил осложнение на горло. Лютую ангину. Судя по всему, это не личный случай сейчас. А, мы там в баню, в прорубь сидели там на... В снегу валялись. Что-то совсем безбашенные какие-то. Посмотрим, что будет. Может, и аукнется. Идет три флопуш. Френзи есть. Ну, надо вбегать. Не хочет вбегать. Может, он третьего героя ждет. Нет, не ждет третьего героя. Неужели не тронусь в такой ситуации умудриться проиграть? Магическая вышка скоро будет. Гулик реально мало. Что он собирается? Шахту делать? Да ладно. Нет, просто куда-то пошел Акалит. Может, и стройера ждал. Позиция шикарная для старшей этого. Посмотрите, он сделал еще лесопилку, чтобы сложнее было добегать гулям. И... Ну, тут... Что тут сделать-то? Я не знаю, как тут быть. Герой без маны. Рифлокастеров много. Рифлокастеров. Питлор третий. Надо брать сплэш, естественно. Минус все гули. Блин, реально эти... Присты рифлы... Добились результата. Сложновато, сложновато. Терять не хочется алтарь, но придется. Достраивает обсидианку. Капец опасно. Не троша играет. Питлорд мог не уйти отсюда. Возвращается домой. Есть дестройер. Пару обсидианок. Бутылку надо брать. Сыху уводить. Может даже базу сейчас поставить нейтрон. Потому что продолжение у рифлопуша тут... Ой, опасно. Опасно! Дредлорд умирает. Последняя тычка. На 23 хитах. Выживает Питлорд. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, фактически две нерубки еще стреляют. Тут... Старшеф без телепорта лезет вперед. Рифлов грамотно убивает. Просто... Минус один. Ну что, нейтрон поставит? А, у него... Этого. У него леса нет. Для того, чтобы нычку поставить. А бомы заказывают. Хорошая тема. Подлечились два героя. Две арбы. Продолжается застройка. На этот раз уже гвардовыми вышками. Одна готова. И она стреляет по мейну. Не, тут надо прям гулей делать миллион. Добывать лес. И ставить, видимо, базу на экспе. Ну, либо вперед рваться. Но это очень опасно. Вообще жесть. Минус райфл. Старайтесь держать дистанцию, чтобы... Минус еще райфл. Тележки забыл. Армию игрока атакуют. Очень напряженная игра. Такое было начало. Но вот сейчас. Уже под двумя-тремя гвардовыми вышками. Будет сложно пробиться. Убивает одну. Отступает немножко назад. Убивает приста. А бомбы еле-еле живые уходят. 50 лимитов. Не трожь. Как тяжело, а? Лечится, регенится. Акалитв достраивает. Армию игрока атакуют. Очень сложно. Вроде как лимит нормальный и качественный. Но сражаться под вышками очень неудобно. Не трону. Джоки, привет. Спасибо тебе за 66 месяцев. Да, спутник корона. Корона королей. Ну, у меня 16 месяцев, говорит, ледокол. Это как? Это 9 лет. 9 лет это срок. Это просто... Спасибо тебе, ледоколыч. И снова попытка отбить атаку. Осаду. Снять осаду. Три А-бома. Два дистра. ЦХ третьим может помочь очень сильно. Хауль странный. Кидается на первую вышку, минус вышка. Чуть назад отступает. Грамотные темы. Похоже, что нейтрон отобьется в результате. Но сложно. Дестройеры могут рассыпаться очень быстро. Рабочие пришли, отдались. Непонятно зачем. А колитов берет, чтобы мейн не упал, но заканчивается дерево. И, к сожалению, чинить нечем. СХ просто издалека стреляет, потому что... Ну как же много Старшейп-то. 50-56. Что будем делать? Изис Клауд ждет нейтрон. Новые вышки пошли. Я корону в январе перевезу. Самая жесть была с запахами и вкусами. Пару дней во всех... Какая... Ну сейчас по запахам не было никаких изменений. И со вкусами тоже. Но я слышал, что есть такие трансформации. Еще минус одна вышка. Форсира можно попробовать убить. Он заморожен, он вышел вперед. Но он под магазином, его хрен сейчас уже убьешь. Со сплэшем хорошо нарезает Питлорд, но очень битые обомы. И сейчас зараженные рифлы, там престы. Минус два обомы. Вот это плохо. Телепорт. Не стал телепортироваться, видимо, для того, чтобы не сняли осаду. Отдает своего дредлорда Старшейп. Очень грамотные, конечно, ходы. Нейтрон пока убегает к себе куда-то там лечиться. Не может соединиться, к сожалению. Не хватает ему обсидианки, кстати. Со сплэшем прекрасный Питлорд работает. СХА третий, но без маны. Митвеган вышел. Рифлы биты. Ой, Питлорда можно сейчас убить. Недоконтраливает Старшейп. Очень все красное. Битые рифлы. Минус один. Минус второй. И минус третий тык. Ооо, 10 лимита как с куста просто снимает. Сейчас нейтрон. Убивает еще одну магическую вышку. Справился. Считайте, уже справился. Я микроуны две недели назад переболел. Не потеряй вкуса, не потеряй запаха. Он микроуны бьет. А, понятно. У нас тоже ничего такого не было. А, нато, спорчешься, говорит, а чувак в тельняшке, хотя заделался, сегодня стримил, не надо так. Не, ну почему? У нас такие случаи периодически случаются, происходят. Не первый раз. Росбрейн старик катает. Армию игрока атакуют. Ну и все. Сейчас уже хуману, наверное, не продавит. Престы без маны. Все больные. Тут ничего уже не убить. Четвертый пид. Сидянка. Но она без маны все равно была, ее не жалко. Все, это уже, это конечное. Тут не продавить. Юниты умирают потихонечку. Нитро, он все равно не спешит. У него же есть митвэгон, правильно? Правильное решение тоже с экспандом. Излишки есть, 50 лимита есть. Здесь он держится, экспанд можно ставить. У нас бывает, Кузя, что забывает сменить ключи и стримит в неведении с полчаса. А, это даже такое было? Ха-ха-ха-ха. Еще тоже хорошо. Ну что, отбивается нейтрон? Тут уже совсем силы не равны. Старшейпт это понимает. 1-0. А я вообще нейтрона ставил на вторую роль против Старшейпта. А вон он, оказывается, какой. Классный. Заходим. Красава! Юрец! Молодец! ППЦ холд. Ну, типа, держался. Разве в покер не вернулся? Он вроде... Ну, нейтрон очень много времени посвятил покеру. Кажется, с переменным успехом. Я не знаю, какие у него в результате были. Ну, я не покерист. Поэтому компетенции у меня нет. Вот. Как-то так. Соник зашел еще. Вау! Шартер Текзал говорит мне в Мапуле. Шалу Грейв. Не знаю. Нейтрон... Там, помните, мы когда смотрели какой-то турнир, и Нейтрон его играл из клуба. Это вообще было из Америки год назад. И, судя по всему, он там на какой-то покерный турнир поехал. Не знаю. Что у него сейчас? Какая ситуация? Старшейпт Орг. Это опасно. Кажется, Эльф Орг. Это его две боевые, назовем это так, расы. Да, запись будет. Мерлин. Рестрима нет. Потому что Аспирант сегодня отдыхает. Баста, конечно, настрасовалась тоже. Она же и так бдит постоянно. А тут гости пришли. И мелкие есть, и все. Если Триса там и Бесса абсолютно спокойно реагируют, то Бастет просто... Я наблюдал до начала стрима, где-то за полчасика, где-то полдевятого вечером. Она там просто пряталась. Сдрожала. Когда слышала, что приближается буря. Там окапывалась в кровати. О, таблички точно. Таблички сейчас включим. Подождите секундочку. Это же надо еще их найти, понимаете? Бустер называется. Варкрафт-3 бустер. Запускаем. Гости же выпустили тебя из темного челана. Да я... Они стримили с утреца, когда я спал. И стримили вот до турнира, когда я тоже спал. Поэтому... Это был мой выбор. Я не могу стремиться... Так, надо еще сделать... Счет поставить. Я не могу стремить не в одиночестве. То есть это такой... Уже состояние, можно сказать, поток. Когда ты входишь в определенное настроение, привычка. И погнали. Вот. А если... Дистракт идет. Я прям... Не в своей тарелке себя чувствовал, когда первый матч комментировал. Привет. Еще раз. Тухейт фо ю. Не трон опять за хуманов. Это хорошо в том плане... Нет. Ну, опять, потому что он был там две... Две игры назад за хуманов. И... На этой же вон карте играл за... За них. Так, Патма первым героем у него. Вот с Патмой можно в рифлопуш играть. Как раз сильную сторону... Майкер. Ну как так? Почему не сначала я расстроен? Ну, во-первых, болезнь. Во-вторых, гости. Тут сложно было комментировать. И так чуть раньше начали до того, как они уехали. И... Ой, вот этот щелк болючий. Ой, болючий. Ой, болючий! Чуть двух рабов не потерял на этом моменте. Не расстраивайтесь. Файрлорд первым героем. Вызывает элема. Он идет уже на свою цель. Он видит раба, убивает его. Ярожар. Я жижал. Зовут файрлорда. Ты видел, как там авербожит? Да нет, я же спал. Я не смотрел матч. Я видел только по сетке, что он молодец. За игрой не наблюдал. Но я видел, что Леха продолжал стримить варик. Что мне там 250 зрителей. Пора возвращаться, видимо, к Варкрафту. Тем более, Алексей... Парень скилловый. Разменял одного хэдхантера на футмены. Это нормально. Ну, то будет подруг. Нет-нет-нет, не будет. Сегодня, видимо, не будет. Если чудом аспирант не придет. Так, что делать? Два барака рифлы? Или просто рифлы? Просто рифлы с одного барака и Т2. Хорошая тема. С хэдхантерами можно перестреливаться рифлами под подмой. Потому что фаерлорд, он далеко не такой полезный в лейте. Можно попробовать как раз за счет 20-30% бонуса на урон. Да, корону, Алекс. Это у нас все тут по... Прям четко по контактам. Давай завтра пораньше посмотрим с Найкориум. Я уже говорил по поводу завтрашнего дня. Не все от меня зависит. Зависит в том числе от того, какая информация прилетает и как нужно реагировать на нее. Посмотрим. Ой, забыл футмена сейчас. Немножечко не троша. Поладится элементаль. Подрезал здесь хэдхантера, молодец. Но и тут почти ушел от хэдхантера вражеского футмена. Красиво. Помню, как Абер в годы упады в Warcraft 3, 2014-2014, и стримов в то время контента не было. Даже ты подзабил на... Это, скорее всего, со Старкрафтом со вторым связано, да. О-о-о! И Нейтрон находит этого хэдхантера. Молодец. Не, грамотно, грамотно. Против Фуэлла нам все равно нужно сделать желательно диспл какой-нибудь. Типа один барак, одна арканка. И может попробовать даже в соло-патмус играть, учитывая рифлов. Ну, в смысле, рифлов. Может быть, но это не точно. Тролля правильно делает, что убивает первым. Так он ауру дает. Ну, может быть, с лесного тролля надо было начать. Из-за инерфаера и хила. Армию игрока атакуют. У нас в РБ сейчас болеют все после месяца при болезни. Все близкие, родственники, сотрудники моих. Да, да. Статистика вообще дикая. Причем большинство не репортят по понятным причинам. То есть... И вот сейчас у нас еще мелкая заразилась. То есть все. То есть все стопроцентные попадания. Женя принесла скотов, заразила меня. Мы заразили родителей, к сожалению. Но все привиты, ревакцинированы. Это понятное дело. Но это все равно тебя не спасает. Уменьшает... Сильно уменьшает шанс осложнений соответствующего гуфу. Поэтому... Вот. Ну и все. И гости тоже рассказывают похожие истории. Зараза. Конечно, очень цепкая. Фаерлорду выпала флейта меткости Алерии. Но она резаная уже. Это даже не 10% и не первый уровень. Не говоря уже. Короче, ауру подмы сейчас на втором. Она в три раза лучше почти, чем выпавшая аура из трубки. Так, пошел в фортификейт. Рифла забыл дома. Может быть, он вышел так неудачно. Ооо, Маутон Кинг. Нет, здесь можно пройти. Маутон Кинг вторым. Это явно развод на телепорт, который не удался. Ой, жук выпадает вторым. Прекрасный герой. Как бы ни пришлось отсюда уходить. Жука не пускает. Грамотный не то, что играет здесь. Вообще, МК с Клэпом против хэтхантеров. И жук с МПЛ против рифлов. Это очень хорошие... Оба очень полезные герои. То есть, если был бы выбор, кого брать. Можно было кого-то из этих двух конкретно под эту страту брать. Клэп. Бах. Начинается. Зря здесь разменивается Старшейп. То есть, он без Т3. МПЛ неплохой. Рейдер приходит, тоже отдается. Клэп еще один. Сразу минус мобилизация. Минус мобильность, точнее. Минус хэтхантер один. Ой. Не, не трошь молодец. И тут Т2, понимаете. Это хэтхантеры с рейдерами. То есть, на берсерке. Не трон выиграет здесь. Без особых проблем. Рифла только забыл, жалко. Ой, пришел на базу, увидел рифла, вернул рифла. А, и это при всем, при всем, при том, что не трон не... Он вообще кастеров не делал. То есть, он забил на диспл и делает просто тупо мастри флоф. Может быть. Может на свитках проще. Соби маска выпадает. Вау. Сражается за этот магаз. Импейл. Надо за свитком спрыгнуть под мой. Влево. Молодец. Нитр, он все понимает. Убивают рейдера. Берет два свитка. Сеточка. Чуть-чуть не успел со свитком. Протекшен надо юзнуть для начала. И свиток лечения все-таки взял. Ну и все, отвоевал. Размен явно в плюс. Хедхантер, два рейдера на одного рифла. И все домой, старшейп. Я, если честно, большего от него ожидал. То есть, никаких вопросов к нейтрону вообще нет. А, там Б5 еще. У нас же полуфинал Б5. Нейтрон отыграл просто великолепно. И за зондедов хорошо. И тут через под море флок. Молодец тоже. Не, Гравди, сегодня мерков особо не видели. Но еще все впереди. Мерки здесь хороши. Все, и начинаются осады. Видит Т2. Так, старшейп понял, что ничего не светит. 2-0, не троша ведет. Вообще. Старшейп на лютом лаке ТГВ спалил. По-хорошему, в втором туре должен был лететь. Такое впечатление, Турин, что ты... Ты в это время смотрел трансляцию ТГВ. Тупо лак. Тупо лак. Был такое? Не, неправильная интонация. Ну че... Ну, блин, я не смогу, как он. Туда куда-то повыше и... Нет, не смогу. ТГВ молодец. ТГВ это уже один из самых стабильных игроков. По крайней мере, на турнире этого формата. Кто добирается там до полуфинала. Чел. Чел. Привет всем, ребята. Кто-то из новеньких играет. Наших новеньких. Вообще, количество участников не то чтобы растет, но оно меньше не становится. Знаете, когда выбирается какой-то турнир, есть определенные тенденции, что на первые турниры идет определенное количество людей, а потом оно снижается. Это нормальная тенденция, потому что... Чем чаще человек играет, тем меньше у него иллюзий по поводу заявок на победу. Вот. И это нормально, что там на первых турнирах там, условно говоря, 100 человек, потом 90, и это там спускается там до 50, до 40. Но здесь ситуация, во-первых, разная бывает из-за того, что разный призовой фонд. И сегодня он не то чтобы рекордный, потому что рекордный был там 1035, кажется. Позапрошлом турнире был рекордный призовой фонд. Но все равно, даже по меркам онлайн-турниров каких-нибудь европейских, там за 300 баксов сейчас вы, наверное, вряд ли найдете соло-турнир какой-нибудь по Варкрафту так вот на регулярной основе. Вот. И на этом турнире было 59, что ли, участников, то есть сеточка на 64. Я помню, на 19 или на 20 турнире было человек 30. То есть, может быть, из-за призового фонда, может быть, из-за того, что формат такой, который не сильно приедается, потому что, ну, нет однотипных стратегий, нет какого-то там фаворита, какого-то, какого же фаворита нет? Ну, какого-то фаворита нет, который там одним и тем же способом убивает. Есть, конечно, люди, которые явно в этом формате чувствуют себя более уверенно. Типа Джонни Кейдж, ТГВ. Я вот сейчас не трон. Опять же, кэш, 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 кэш. Вот, но... О, он Эксперта. О, Арктонс, спасибо за... О, Арктонс! Простите, что я под конец вообще был каким-то уже больным. Спасибо вам большое, что сорвались так хорошо, приехали. Хорошо время провели. А, Берон же рандомчик. Но Леша... Мне кажется, он не принимал участие на... Это первый турнир из пяти, на которых он принимал участие. Если я правильно помню. Никто не сомневался... О, два ДК. Правда, у Нейтрона ДК за эльфов. И у Хомана ДК. Да-да. То есть, они друг друга убивать не смогут. Лечить своих юнитов тоже не смогут. Абсолютно бесполезный первый герой, кроме как для ауры. И ты должен что-то придумать с ним, с этим ДК. Как-то его ввести в игру, да? Что он может? Крипов Койлом убивать. Абсолютно бесполезный. Представляете? Вы не можете... Пока у вас андетовский герой не выйдет, вы не можете никого лечить. В таком случае, там, фуфашечки обычно, да? Ты ДК используешь для того, чтобы там кого-то... А, ну юнитов же он может убивать. Он просто по герою работать не может. То есть, он может харасить, например, убивать рабочих Койлами. Вот это да. Хорошая тема. Пошел Койл в... Не совсем мертвого, потому что... Этого он и так бы добил с руки. Что и произошло минус два раба. Армию игрока атакует. Ну, Нейтрон, опять же, выпали эльфы. Он ставит два барака. Не уверен, что... Ну, сейчас зависит от Старшейпта. А, и он делает тир. Вслепую, без разведки. Против двух бараков. Пертый, а какой. Там не было разведки. Там не было никакой разведки со стороны Старшейпта. Он просто решил не ставить экспант. Решил закрепить, но не ставить экспант. И вот что будет сейчас делать Нейтрон? Отменит ли он второй барак в угоду... Армию игрока атакуют. Он сейчас придет, увидит, что... Там Т2 и может решить отменить. Да, молодец. Молодец. Нет, вот если... Сигфол говорит, удачная вечерочка. Мне кажется, у тебя нос заложен. Да, да, да. Я заболел. Нос действительно заложен. Прошу прощения. А ТС-шку я бахнул, чтобы горло немножко пробить. А вот нос действительно заложен. Спасибо, Сигфол. Сразу пошел экспант. Гарпия разбойница. А, какая разбойница. Была нанята Старшейптом. Хороший инструмент для Хараса, представляете? Вы там на третьей минуте получаете себе юнита, у которого урон, как у... Ну, как у двух гарк. Хотя, не знаю, какая-то скорость атаки. То есть, можно ее просто отправить в Испов, долбить через шифт. ДК приходит, убивает еще одного раба. Серьезные проблемы намечаются у Старшейпта с лесом. Прям дикие. Недоконтраливает рабочих, мог здесь зажать ДК. Ну, или развести его на персональный телепорт, по крайней мере. Пошла персоналка. Пыталась Арчанье Троновская добить тролля. Загромник стужа. У него, что, просто армор или что? Что он интересно может делать? Четвертого уровня, может, что-то посерьезнее даже есть. А вдруг нова? Маловероятно. База у Нейтрона, которую, кстати, Старшейп, скорее всего, отменит. Нейтрон пытается выиграть время, чтобы нычка доделалась. Но Старшейп не преклонен. Бежит к дереву, угрожает. С такой толпой мерков. У-у-у. Ну что, будем виспов выводить? Близзард? А, это Старшейп с Близзардом. Вот что оказывается у загробника стужи. Близзард. Блин, какая наркомания. Сейчас Койл нужно в этого Дренея, в Баунти Хантера кидать. Ну, в целом, и без Экспа нормально. Можно играть. Третий ДК. Вторая уроль или первый Койл? Или второй Койл? Второй Койл, похоже. Да, второй Койл. Что, видимо, в футменов каких-нибудь отстреливателей рифлов? Рифлов. Очень бесит в Гарпе с уроном там 21-25. Город в осаде. Я не хочу там Койл просто терять. О-о-о, красивый Койл был! Он попытался нейтрон развести с этим... Очень грамотно Старшейп здесь играет. А, Старшейп же еще свичился, кажется, и... Там в Гарк играл, да, против эльфов? То есть у него... Что-то у меня какие-то фантомные есть... Боли, воспоминания. Гарпи подрезал Койлом в результате. Но нейтрону тоже придется сейчас восстанавливать веспов ради нормальной экономики. Он дожил до Т2. Заказал второго героя. У Старшейп-то тоже рифлокайстра, рифлопристы, так скажем, и второй герой. И все надеются, чтобы этим вторым героем оказался какой-то мертвый герой. Неважно какой, просто значительно полезней станет ДК, если вторым героем выйдет какая-нибудь мертвичина. Например, Жук. Жук в подгон дикий. А нейтрона что? Демон Хантер. Болиин! Как эльф, он, конечно, рад, что у него выпал Демон Хантер. Но он видит, что Жучара здесь. Интересно, а можно попробовать, например... Так, Гарпи Буревестница какая-то еще пятого уровня. С маной какой-то. Очень серьезный урон у Гарпи. Надо Хантреску убивать. О, Бёрн... Койл. Какая-то такая... Когда Демон Хантер бернет Гарпию, ну, типа, как Гаргу, не знаю, и в нее влетает Койл, у меня сразу разрыв шаблонов. Но она похожа на Гаргу, ну, чисто по... Так... Ну, похожа по стрельбе, по какому-то там... Редкой атаке, персангуму урону, летающему юниту против эльфа. И то, что в нее влетает, то, что влетать не должно, абсолютно никак. Это странно. Культист. Что будет делать Нейтрон? Скорее всего... Все-таки Т3 прожмет. Рискованно это, сжать Т3, но необходимо. Купил тролля, лесного тролля старшего, с иннерфаером, с хилом. Блин, не хватает еще. Сейчас же его будут кайлить. Бёрн. Димка словил Куэл. Блин. Да я за эльфа начинаю опять болеть, расист. Слип на Димку, он успел вылечиться. Тролль еле выживает. О, у тролля полноценный хил по 25. Не как у маленького троллька. Все, здесь с деревом вместе, с дриадками, Нейтроши перегруппировывается. Близзард. Слушайте, Нейтрон здесь справится. Хорошо контролит дриад, хорошо контролит котов. То есть ворвался с котами в рифлов. Дриадок подконтролил, видите. Всех поотравлял, пока ни одной дриады не потерял. Кстати, минус 2 может сейчас быть дриады, минус 1. Хилл неплохой. Минус 2, но минус 2 рифла как минимум. Гарпия тоже улетает. Тролль улетает. 37 на 39. Хороший размен. Такой для обоих хороший. И Нейтрон пытается не выпустить противника отсюда. Два дэки, я путаюсь просто в дэках. Просто кто чей вообще, кто что делает. Мега нестандартный расклад. Ну Т3 можно жмякать. Нейтроши. Уже пуша не будет. Уже можно думать о медведях. То есть не заказывать эту дриадку. А прожимать Т3. Но Нейтрон заказывает виспов. Хотя вроде лес у него есть. Шесть виспов у него опять было. Шестого ты заказал. Армию игрока атакуют. Да, противник не сбавляет темпа. Нейтрон молодец, что развлекает одним дыхвой и крепит Димку отдельно. Но возможно да. Возможно он правильно сделал, что не стал выходить Т3. Добавляет наоборот Мунвейл на 60. Что у противника не так много вариантов, как дальше жить, быть. ДК закидывает классные койлы. Да, у Гидры дикий реген. Обратите внимание, я не знал такого. Гидра вообще регенит хитов, наверное, 7 в секунду. Я не знал. Ну, она по лору должна иметь такую возможность, конечно же. Но супер реген. Ее там лечили точечно там и присты. Лечил еще Дрэней Провидец хилинг вейвом. Но при этом, при всем, даже без этого, без хила. Даже с учетом ауры ДКшной. Все равно она лечилась очень быстро. Позиция не очень хорошая. Импейл. Лорницу сбивают. Димка третий. Ой, Димка третий очень опасен. У него кольцо, у него армор на 10. Он уже делает берны по соточке. Жук без маны. Лорница пофиг. Она вытанковала огромное количество урона. Кота подрезают став и не хватает, кстати. Гидру убивают. Она распадается еще на две маленькие гидры. Свиток лечения есть. Вообще опасный момент. А, став есть, тудыки. Я земнул став. Пошел персональный телепорт. Надо делать... Берны не забывать. Вот такие вот, Димка... Господи, там нейтралы очень сильно помогают. Старшейп-то очень сильно. У гидры сумасшедший пирсинговый урон. У двух. Что, замедление еще какое-то? Да, еще с ядом они. Детеныши гидры ядовиты, оказывается. И что делать? Пошел в размен, типа... Магаз перестраивает. Дриад строит. Не, размен был такой... Странной идеей. Короче, в первую очередь надо гидру бить. Нетрон-то понимает. Фокусит одну раз. Димка вставляется. Фокусит вторую, два. Став есть. Димку ставают. Рифлы тоже очень неприятные. Минус две Дриады. Дренея начинает убивать. Там у Дренея тоже 40 урона пирсингового. Мега жесткий юнит. Наемники тут главную роль играют. У Старшейпта. И дает ему неплохие шансы. Надо магическую вышку отстрелить. Блин, минус Каза. Не добил вышку еще. Старшейпта я почему-то отменил все равно. У Нейтрона на есть. Ну и мы лорницу второй надо ставить, видимо. Потому что деньги есть, а потратить он их не может никак нормально. Хитон дранит. Ну магазин есть. И можно периодически закупаться. Мана. Койл в рифла. Димка четвертый. Мне кажется Нейтрон отбивается. Дриады контроливают. Рифлов убивают потихонечку. Деньги есть. Можно закупиться еще. Да и вроде Жук хороший герой. Да? Но не против масс Дрят. А Димка как... Ну он универсальный. Он как бы нейтрализует ДК. И там нейтралов каких-то с маной тоже нейтрализует. Одной Дряткой не дает спокойный рифлам отходить. Кайтит минус... Я бы вышел на самом деле. Тут минус три рифла, а это забей. Но Старшип не хочет как бы совсем быстро сдаваться. 3-0 неприятным. Бьется до конца. Берет какого-то дикого иглогрива. Это Бристлбэк был. Но без... Не прокачанный совсем. Без защиты. Окружается ДК. Так... Кое-как окружался он. Блочит ДК. Травит Дриадами. Убивает Преста, который не может подлечить. Как нейтрон разошелся. Блин, вот такого нейтрону я давно не видел. Но это точно ГГ. 3-0. Старшейп-то ушатал 3-0. Просто. Просто. Такое впечатление, что Старшип что-то печатает. Он... Шансов нет ГГ. Даааа. Нитроша молодец. Это заявочка. И нейтрон в финале получается? Что? Против Кэши будет играть. Оооо. Джонни Кейдж Кэши проиграл. Привет, Найтмен. Бобир вернулся. Да. Кэш. Кэш. Псих. Кэша Бюро убил. Хавка убил. Ну и в первом туре у него был... Так, подтвердили участие все-таки 48 человек, а почему я 59 думал? 57, а это, видимо, из-за общего количества участников. Призовой фонд турнира 21 227 рублей. Турнир проводится на ГГ. Спасибо мистер Лайту за него. А также Хандраду Хэнку виси, потому что тут явно товарищи судьи саппортят, помогают. Выздоровал не до конца, но температуры уже нет. Никаких вот тем, что типа ты ложишься и полдня спишь, потому что больше ничего делать. Ну и не хочется, и не можется. Осталось только вот эти вот сопли. Простите. Так что мелочи остались. Всем добрый вечер. Заходим в финальную игру. Ну посмотрим, справится ли Нейтрон с кэшем. Да, кэш-кэш очень хорош. Ну, он был долгое время топовым европейским орком. Но помните вот эти вот патчи, минус мораль, переключался на другие расы, играл за всех там из-за альянса, за эльфов, разве что за андедов не играл. Хотя, может быть, я просто не знаю. Ну, на турнирах он реально играл и за эльфов, и за хуманов, и за орков. От безысходности. Потому что когда выходил козел, еще не патченый. Там, конечно... Ну или андедом против орка было очень комфортно играть. Тоже же с жуком, помните? Когда он там вызывал за те же деньги двух жуков. Темп был дикий, экспант дешевый. 23-й турнир действительно проходит сейчас, каждую неделю, но раньше он проходил раз в месяц. И вот такая вот периодичность, она началась, наверное, турниров 7-8 назад. Заходит ТГВ. Можете с ТГВ покомментировать. Так, ищем ТГВ. Сейчас случится то, чего вы так долго ждали. Мы ни разу с ТГВ не общались, вообще. И тем более ни разу не комментили Warcraft. Лучше с Соником, говорит Глебчик. Да не, почему? С Соником мы комментили, знаем, что ожидать. Так, а вот ТГВ... Кажется, впервые. Здравствуйте. Алло-алло. Алло, добрый вечер. Да, здравствуй, здравствуй. Рад услышать. По интонации не скажешь. Очень рад, что мы с тобой, наконец, это самое, покомментим. Что-нибудь вместе. Невероятно. Расскажи, давай сразу о грустном. Как сложился твой путь? И почему мы в этот раз не наблюдаем тебя ни в полуфиналах, ни в финале, ни даже в четверть финале? Мне очень больно об этом вспоминать. Это травмирующий опыт. Детская травма, давай. Рассказываю. Это было Бо-3 со Старшейпидом. Эльф из Швеции. Так, да, я слышал. Ну, мы увидели, как он отлетел сейчас от Нейтрона. Да. Как ты ему смог проиграть вообще после таких вот матчей? Рассказываю расклады. На первой карте ему выпали эльфы с первой Даркрейнджеркой, а мне хумы с первым Демон Хантером. И это был лучший расклад из всех трех игр. И ты проиграл? Ну, меня страшил хантами. А, ну да. Ну, Демон Хантера хилить негде, за хумов. Поблемка. Ты решил в Эксп сходить, да, против эльфа с Даркрейнджеркой? Ну, это нормальное решение. Я не видел игр, но догадывался, что... Вторая игра. Мне выпадают арки, ну, арки в старейший раз в этом режиме, по мнению... Какая старейшая, ты сказал? Слабейшая. А, слабейшая. Ему выпадают... И мне выпадают арки с первым Блудмадом и вторым Питлордом. Ох ты! Ему выпадают хуманы с первым, кем бы ты думал, архимагом. Архимагом, да, или форсером. И второй СХ. Отлично. И я выигрываю эту игру. Я не знаю, как это произошло, но это произошло. И я такой весь на позитиве. Захожу в третью игру. Решающую. Ну, логично. Мне опять выпадают арки с ДК. Там тоже выпадают арки, но с форсером. Ну, я слышал, ты нахваливаешь ФС, а тебе он очень нравится как герой. Ну, меня просто хэдхантерами из двух бараков переехали. Я тоже поставил два барака, но... Вот. Так, подожди, а как там можно переехать, если ты хэдхантерами и волков сразу отстреливаешь? Все регенится, и ты еще можешь фокусить, койлом стрелять. Ну, ты не отстреливаешь. Там столько же хэдхантеров, но еще волки. Ну, нет, а сейчас, ну, стандартная тема даже в соло. Ты даже со своим форсером не всегда отбиваешься от этого. Тут же Лин иногда отлетает от двух бараков хэдхантеров. Смотри, только что Нитроша сказал, начало хорошее, но он не знает, что Кэшу ворки выпали. Это, ну, Нитрону гиперсильно повезло. Я видел игры Кэшу, Кэша... Игры Кэша. Кэшу везло с Джонни в среднем. Так что, ну, сейчас рандом должен как бы в обратную сторону откручиваться. Логично. Логично. Но это, правда, не всегда так работает. Ну, это, наверное, один из худших матчапов. Тут должно сильно повезти с героем арку и сильно не повезти, чтобы как-то подбалансировать. Пока у нас есть такая возможность, не знаю, когда она представится нам в следующий раз, хотел бы тебе вопросы позадавать, вот, чтобы наши зрители еще лучше... Ну, понятно, что ты стримишь, что там, если что, ты это... Вот, расскажи, во-первых, топ-4 расы в рандоме, вот, как ты... Андеды, Хуманы, Эльфы, Орки или как? Нет, Эльфы сильнейшие. Не-не-не, в твоем, в твоем случае. Я не спрашиваю, что у нас платок. В моем и в любом, да. Так я, у меня сейчас, даже в стандартном режиме, у меня сейчас на Эльфах больше всего ММР в ладдере, допустим. Так что, даже в моем случае. Эльфы, Имба, я согласен, не спорить. Да. А вторая раса какая? Жук. Вторая раса, Хумы, Андеды, тут сложно выбрать, я их, ну, на одну позицию ставлю. Они послабее эльфов, но весьма достойно смотрятся. А Орки сильно отстают, вот такие расклады. Да? Типа Орки отстают из-за того, что кроме Т3, Хэтхантеров, ничего не придумалось? По ряду причин. Ну, во-первых, ты не можешь ставить экспант на Т1, потому что он строится 4-5 лет, его легко отменить и так далее. Во-вторых, тебе тяжело крепится, у тебя нет барака, у тебя нет милиции, у тебя нет, чего, нет скелетов тех же для Криппинга, у тебя ничего нет. Да. Вот, ну и в целом Орки больше других раз зависят от героев, то есть Орк без Таурена, ну, что это такое, смешно. Тут, кстати, у Нейтрона Жук против Орки у Кэшена, я бы вышел и, не расстраиваясь, пошел бы в следующую номеру Кэшена. Поберег бы нервы. Хорошо. Друзья, давайте, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в чатике, я буду выбирать наиболее интересные. Мне хочется спросить, я не могу не спросить, у тебя уникальный стиль комментирования. То есть из всех событий, которые происходят в игре, ну, ты выбираешь самые плохие и даешь максимально негативную оценку. Если выходят события нейтральные, хорошие, у тебя все равно в интонации проскакивают нотки недовольства. Откуда такое недовольство, ну, наверное, это жизненная философия какая-то у тебя. То есть, скорее всего... Опять же, мне тяжело об этом вспоминать, это очень травмирующий опыт, но я играл за Хуманов 10 лет в Варкрафт, а потом вышел патч 1.30. Так, ага. Отсюда все и пошло. Ну, то есть там даже гораздо хуже, чем сейчас все было. Подожди, из-за того, что ты 10 лет играл в Варкрафт или из-за того, что патч вышел? А я не знаю, что тут больше проблемало. Да нет, ну, склад такой, опять же, не знаю. Ну, смотри, вот в игре что-то плохое происходит, ты можешь как бы там поконтролить или сразу, а можешь просто помыть, помыть проще. Ну, да. Ой, хороший сейчас был МПЛ окружение. Ой, ой, ой. Вообще, а как ты думаешь, почему темпово бы рейнджер куда третьего не прокрепит там как-нибудь это самое? Ну, а кого ты будешь убивать третий рейнджеркой? Там уже гриады к этому времени не пойдут. Друады. Друады, да. Да, дрейн не это самое. Против жучка не очень тоже. Дрейн хороший спел сейчас после бафа, но... То есть, если бы это у эльфа была дарка, туда. Нет, это понятно. Эльфа с даркой там только экспанды ставить и крепиться. Ну, опять же, с даркой тебе хочется все-таки пирсинговый урон иметь, чтобы ты мог фокусить. А тут гранты. Ну, в этом плане, конечно, вслепую выходить в хэдхантеров. Ну, вот как вот, например, тебе выпадают орки. Не угадаешь. Ну, иногда ты выходишь в хэдхантеров, у тебя выходит дредлорд. А иногда ты выходишь в грантовку, у тебя выходит дарка. Ну, со второго импейла, судя по сути, само нейтрон заставляет, конечно, стелепортироваться и пойдет. По-моему, там даже без импейла был су-раунд. Ну, они туда смотрел. Придется похвалить нейтрона. Ну, вроде бы так. Ой! А у меня этот, как, нотариально заверенное разрешение на хейт-нетроны есть. А, это не вот и получил. Уже года, наверное, два назад был шоу-матч, и условием шоу-матча было, что тот, кто побеждает, он сказал, что если я выиграю, то я могу хейтить его где-то. Классно, это на самом деле нормально, да. В таком же режиме, кстати. Добрый славный хир. Вот я завоевал это право. Да, был такой турнир. Даже, кажется, не один. Кажется, ты еще с ним зарубался. Не турнир, это шоу-матч. Ну, шоу-матч, это же в турнирах, да, понятно. Был же еще какой-то шоу-матч у тебя тоже по схожим к каким-то условиям, с кем-то еще. Ну, выясняли там. А, ну, у нас был свой дом, ну, да, да, это такой развлекательный. Окей. Думаю, со всеми варкрафте хорошие отношения. Кроме всех альфов, лимэндэдов и так далее. Ну, ты расист, я понял. Ненавижу две вещи, расизм и льфов. Джояна или Сильвия спрашивает тебя. Шоу-шопинчик. Я не понимаю, я тоже не понимаю, я просто передаю вопросы. Привет отдельный Блайв. Вопрос к гостю. Насколько близко к голду был и о конкуренции с игроками из СНГ, принципиальные соперники? Вот, давай. А, нет, я же на, ну, настроить и на низком уровне играл так. Покекать. Покекать. Да, да. Ну, последние вот там года два, наверное, играю много, ну, потому что стремлю как-то пошло. Слушай, а у тебя, кроме, ну, я понимаю, что у тебя, наверное, там работа какая-то еще есть. Есть о чем рассказать с энтузиазмом? Я не распространяю еще. О, я понял, хорошо. Я сегодня после работы пришел отдать турнир. Ну, как пришел, я из дома работаю, но фактически не шел, но пришел. Тут, кстати, вторая, а, нет, это у Нейтрона Дарк Рейнджа. Сбивай немножечко, да, когда герой выходит такой. А что ты, кстати, думал, как... А, подожди. Какие были самые нелепые... Ладно, давай посмотрим битву. Тут реально важный момент. МПЛ, попытка окружения. Гранд снизу. Ну, кстати, что, кстати... Нет, тут, ну, никак не хватит одного шамана, чтобы задиспылить всех жутов. Удмак может заливать ману в шаманов. А-а-а, остатка пошла. Ну, это не самые, знаешь, такое, не первая мысль, которая тебе приходит в такую ситуацию. Ну, и все, вроде, отбивается здесь, не трожь. С первыми дрядками отбивается. Ты же, кстати, опять, ну, опять он в игре с Дженни Кейджем тоже качал сайленс. Я думаю, просто на автомате, хотя по ситуации, ну... Дрэйн лайф был бы получше. То есть тут некого сайллисить. Ну, если... Ну, хотя, да, если... Ну, опять же, грязи. Да-да-да-да, согласен. Опа. Три-два. Лимита у кэшек... Да-да-да, мне целепорт уже, это свидетель. А, я думал, он экспант ставит, а это вышка всего лишь. Сейчас, Даркадзис, не должна уходить. На этом игра заканчивается, к сожалению. Ну, нужно было, конечно, и пораньше выйти, чтобы... Нет, ну, как ты предлагал, на второй минуте, да, получается? Да. А тут недавно был у Дженни Кейджа, опять же, шоу-матч в этом формате со Старбаком. Он повел 2-0, а потом ему три раза подряд выпали арки, он тоже не будет арковать. Он говорит, ну, и он проиграл эти три игры. То есть, они играли в О7, и счет 2-3, получается, не в его пользу. Он говорит, выпадает четвертый раз подряд арки, я сразу пришел в ДГ и выхожу. А не выпали, он написал и вышел. Так что, стратка рабочая. Я только сейчас понял, что в прошлом матче перепутал Старбак и Старшейп, нам это капец. Рассказывал про то, что это... Да, это немножко разно. Старшейпит — это эльф из Швеции, а Старбак — рандом из слоений, что ли. Невероятно сильный. Он вот недавно турнир проходил, он рандомами прокатил Саина и Фокуса. А я смотрю, еще Нейтрон, ну, как бы, Нейтрон с ним играет. Саина и Фокуса рандомом. Прекрасно, красавчик. Просто в полуфинале, я думаю, ну, Старбак должен Нейтрона выносить в Бо-5 за рандом. Ну, как бы... И вот все это время комментирую, как молодец, что, блин, какой Нейтрон, красава, что катнул Старбака. Но это был просто эльф, главным образом. Так, еще вопросы. О, ТГВ вывел Питлорда под некрами на новый уровень. Да, я помню эту каточку на Консилд Хилл против Хавка, там, где плюс 25, наверное, лимита. И все на Питлорде здесь держат. Хочешь, раскрою карты, как бы, я уже за андедов не играю. Эта стратегия просто очень жестко контрится вторым Блудмагом с Астралом. Потому что андед на Т2, а Питлорд держится в Астрале по КД. Ну, и Блудмаг Ману еще может насосить, и все, он становится бесполезен. Диспланет. Но я, кстати, Хавка несколько раз ДК Питлордом выигрывал. Потому что не раскрывал секрета. Ну, там, вначале я помню, он, в принципе, ну, во-первых, вы игроки тогда были разного несколького уровня, и Хавк мог себе позволить там сыграть какой-нибудь рифло-пуш против Экспандера. Нет, он знал, это не не впервые мы так играли, он знал, что я так играю, и на турнирах я уже так играл с ним. Да-да-да. У ТГВ очень хорошо развито понимание РТС, это пишет Май Изи. Почему он не хочет попробовать себя в Age of Empires 4? Я попробовал, я наиграл в общей сложности 65 минут, я в стиме проверял, ну, не понравилось, ни визуально, ни как-то, ну, не знаю, не мое. Может быть, просто слишком стар для новых игр. А сколько тебе лет, если не секрет? По-моему, у меня на Good Game что-то типа 49 в профиле стоит. Да, это-то понятно, у тебя много чего. Это норма. Надо, чуть поменьше, ну, 33. 33, щегол, то есть, получается. Да. Класс. Кэш, второй раз выпадают орки, а не трону придется сейчас потеть за андедов. Блин, ну нет, ну тут тоже андеды сильнее арков. Ты думаешь, что скилл кэша не это самое, да, он в Хатхантер фрешил? Вот мне кажется, это самый правильный билд за арков в этом режиме, это один грант, а потом Хатхантер. Да, такой некий компромисс, ты, в принципе, можешь и со старта не отставать от, там, может, Хараса или начального клиппинга. Да, и если тебе какой-то герой ранжовый выпадает, ну, у него мало хп, ты им не можешь танковать на клиппинге, ты тогда просто танкуешь, поле ломажешь потом. Вернулись к стандартам. Вон, нейтрон тоже доволен. К слову, про ранжовых героев. И как раз с грантом будет хорошая тема у нее. Один из худших. Ну да, с Нагой не совсем понятно. Ее самый главный плюс в соло, это темп, это темп, поддержка. Но тут Патма. Патма, это супергерой же для Андеда, нет? Ну, ему нужен был любой суммонер, чтобы пойти X поставить и выиграть чем-то дальше. Я понял, он же не Финдов. Да, теперь придется, ну, либо база в базу, ну, то есть без X-PA играть, и тогда появляется шанс в урока. Я бы, наверное, все равно X пошел ставить, но... Кстати, Нага не такой прям страшный герой. То есть она же захарасит, а нормально тебя не сможет. Ты выигрываешь вот эти вот перестрелки ультимативно со стрелками. Ты Патма наяривает. Да, да. Неплохо. Да, слушай, а можно было X-PA поставить, потому что соло-то просто одним героем не так и всего. И причем тут точка, ну, не так, она сильная довольно, насколько я помню, но не так, чтобы смертельно. Да, там вон тролли, гулями они легко сгрузаются. Гули скелеты это бы сажали. Просто отлично Нага побегала. Но опыта не дала. Да, неприятность. По факту 170 голды всего лишь потеряла. Ну, время еще немножко, видишь, сейчас приходится выкручиваться чутка хэдхантерам. О, может Магаз тогда? Можно. Ну, видно, что нейтрон знаком с Патмой, подконтроливает через стрелку, чтобы анимация быстрее скипалась. Шаг выстрел, шаг выстрел. Кстати, через стрелку можно стрелять из кормей под мой. Ну, и, скорее всего, Мага и дыркой тоже. А, это не знал, типа, как скилл, а не как атака. Да. Вот видите, друзья, каждый день узнаем что-то новое. Мы, наверное, вот это ты знал. Когда стрелка вторая, если ее кастовать ручками, то дальность атаки на 100 больше, чем автотар. Почему вторая, почему не первая? Первая нет, не работает. Вот не знаю, почему такая механика. Типа 600-700, кажется, там какая-то вот такая вот разница. А у первой стрелки тоже 600. Не знаю, почему. А, нет, я не знал. Я думал, что рейндж больше, но что-то да. То, что первая не работает, а вторая работает. Спасибо. Конечно, мне стесняется выражение. Молодец. А, расскажи про свое трепетное отношение к друзю. Личность неординарная, безусловно. Нет, как игрок в ЧГК, он мне не симпатичен. Федор Двинятин гораздо больше нравится. Конечно. Это просто еще давно, когда мы там Герака поиграли, мы в перерывах смотрели ЧГК. Старые записи. Ага. Ну, потом там и предупреждение было, и, в общем, отказались от этой практики. Ну, мем остался. Он тебе и в смайликах. Он тебе и в смайликах вековечен. Я даже в Варкрафте на задний фон его поставил. Это да, он удивляет каждый раз, когда... Он больше забирает. Ну, еще у него такое грустное выражение. Кстати, вы типажом похожи, реально, получается, с друзьем. Он же вечно недовольный тоже такой. Стоит под бочинившись, усами вперед смотрит. Есть немножко. Класс. Я понял. Я понял. Классный типаж. Хорошо. В это время Нейтрон пытается просто развлечь, видимо, насколько я понимаю, и сам доживает до третьего тира. Ну, если дело дойдет до т3 на т3, а оно дойдет, я не вижу, как тут игра раньше закончится. В принципе, ну, хадхантеры сильны. Ну, на второго на третьего героя посмотрим, я думаю. Ну, и на второго еще, да. Хотелось бы, конечно, того времени уйти. О, кстати, там выражаете респект за то, что ты один из немногих, кто с мерками играет на меркапе. А, нет, я, ну, мерки, это просто крайне невыгодная покупка их. Невыгодные? Невыгодные. Ультра невыгодные. Там просто рандома много? Просто бывает такое, что мерки выходят, и ты понимаешь, что... Ну, например, да, вот мы только сейчас смотрели всех мерков. Например, вот с шестого уровня есть один очень хороший мерк с аурой Архимага и хиллвейвом. Да, ну, да. Да, а есть 15 очень бесполезных. Ну, окей, там 10 бесполезных и 5 средних. В общем, в целом минус. Только если, ну, либо ты пушишь, тебе надо голду потратить, либо тебя пушат и отбиваешься, ну, 10 в час. В принципе, как и с обычными мерками. Стоит их подбалансить немножечко, может быть, там... Да, может быть, но опять же, ну, они должны быть хуже, чем стандартные линиты, потому что тебе производящие здания под них не нужны. Да. Они моментально доступны и так далее. И чем дальше, тем хуже. Два блэкмастера, смотри, бегают. А, слушай, так, нет, это необычный момент. Ладно, игроки тоже веселятся, смотри, просто. Интересно. Раскладик такой. Вообще, Блэйдс Арбой, Патмас Аурой, это очень страшный Херакил, может, да. Но и у Аркан Блэйдс Арбой тоже неплохо, потому что... Замедление. Расточка сейчас возьмет, конечно, не хочется вдаваться на халяву. Другому, Блэйдс Аркан попроще отхиливать Блэйда. Лечебным бальзамом. Все прогрессивные игроки его называют вазелином. Вот. И не трож пошел все-таки базу ставить, да? Да нет, просто крепится. Череп у него лежит еще в новой игру. Ясно все. Он кинул, но я даже с него колита нет. Я вижу, что скрещу просто для регена. Ну, по крайней мере, до 50-ти сейчас уже смысла нет тратиться на что-то, кроме Арбы и... Ну, не жарбы, не думаю, оба будут брать третьих героев. У тебя на месте нейтрона, я бы подумал. Нужен ли он третий герой? Насколько часто ты, ну, принимаешь решение не брать второго-третьего героя? Ну, если тебе выпал какой-то ультра-сильный герой, который хорошо скелится там с уровнями, не знаю, Таурен, Панда, Дрэдворд, Парденка, ну, понятно, о чем речь идет. И ты там, ну, за Кумов или там за Андредов поставил Экспанд или за Эльфов, то ты можешь не брать второго-третьего героя, почему? Ну, а так по ситуации все присутствует. Ну, если у тебя первая Нага, то, конечно, ты хочешь... Да, да, там что с ней сваришь, действительно. Ну, вот сейчас я не знаю, стоит ли нейтрон убрать третьего героя, я даже думаю, что нет. Просто качать под Мун. Ну, оба героя неплохо будут с уровнями тут прирастать. С учетом того, что у Кэша нет диспала, я бы даже Блэйда через Иллюзии и Криты качал на месте нейтрона. Да, лишь подешевели, хорошо. А с тележками у тебя вообще серьезных проблем у Блэйда Османы не будет? Да, да, да. Плюс ты не хочешь сильно врываться, потому что у тебя нет никакого хила точечного, там, Исхи или Паладима какого-нибудь. Кстати, вот нейтрон взял, и ему выпала Нага, ну, так ли уж она ему нужна? Ну, плюс то, что она может носить арбу. Нет, арбу под Мет дадут, Наге все-таки стрелку. В смысле, там же стрелку? Ну, отключить под Мет лучше, чем... Ну, а как, ну, десятка урона, че, жалко. А на четвертом уже двадцатка будет. Ну, а там эффект, это медление. Да, блин. Блэйду отдать арбу. Да. Ну, боюсь, его будут фопухить, будут убегать. Кстати, первый крупный файк, может быть. С точки зрения позиции непонятно, кто здесь в плюсе. Вроде как нейтрон подрезал двух юнитов, но сейчас продолжается сражение, Дестройер подставляются неприятные. Ух, и что тут все хорошо. У него один-ноль грейды, у него кодой без грейда пока. Лайтник щилк на Блэйдмастер, смотри, нарезка идет. Ну, и все, что еще, что-то на архаминг. Ну, и нейтрон немножко не копать. Кодой подошел и съел хунта, это, конечно, непривычно. Голи разваливаются. Там в Ходхантера правда очень битый, но Нага, кажется, сажирается умереть. Блэйд на третий Блэйд не прощает. Ух ты, бах-бах, просветка. Так что у нас... Контер, доели что ли? А, там же еще экспо стоит, блин, ну вот я слепой. 1-1 будет, да? Да, да, да. Игрока атакуют. Да, но если в такой ситуации, как бы, с хорошими, ну сравнительно, ладно, хорошими героями у Кэша, он Базарков проиграл нейтрону, а деду. Наверное, все-таки стоило идти ставить экспант нейтрону. Ну, тут тоже тяжело сказать. Я, наверное, слишком часто иду, ну, то есть даже иногда это необоснованно, я все равно иду ставить экспант. Сказываю, годы на хумах. Профо-деформация уже работает. Кстати, кстати, я так понял, ты пропустил начало турнира, да? Да, 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 я спал. Я спал, отмеживался. Абвер очень достойно отыграл. А ты что? Он сегодня пришел на турнир и прокатил, ну, мистера Винера, это во-первых. А во-вторых, Ксяо Кая, это сильный китайцы. Ну, китайцы вот что Элис, что Ксяо Кай, сколько раз играют, их никуда вы не пускаете. Ну, с Алисой-то мы играли в финале. Разок. Все-таки, было-было. О, Димитреско пришла в чатик, спасибо, Димитреско, привет. Всем, друзья, добрый вечер, ТГВ, Микер, сидим, смотрим All the Random Cup, 23-й. О, смотри, какая здоровая, дракон пустоты. Страшный. А что у него, есть какие-то билки? Ничего, ничего, просто дракон. Такой же, как красный дракон, вот, нагнул Будина в фонтане, ну и везде его, стандартно. Ага, понял. Просто дракон, только красивый. Ну, все, конечно, не торопится, несмотря на преимущество. У него экспанд есть, причем Нитрон не знает об экспандинге, судя по тому, как он делает разведку на 3 часа сейчас. Он не знает, что у Кэшэксп есть. Ой. Я хочу, что иронично, при том, что у него первая патма, но тут уже патма не та. Да, нага очень уязвима оказалась. Возможно, действительно не стоило ее брать третьим героем. Ой, тут еще когти. У Блэйда? Девятка. Ну, Кэша. Уверенный Блэйд. Находит Нитроша экспанд. Понимает, что там уже два косаря ребята подобывали. Разница дикая в лимите. Ну, не совсем, конечно, там еще на руках просто 600 голды. Добивает парочку рабов и... Ух ты, от сетки как ушел, ты видел? Профессионал. Вот, а если честно, я не сомневался вообще никогда в Абвере. То есть, если у него есть желание, он может спокойно выйти в тот же самый топ-5 спокойно. Ну, то есть, если он будет катать месяца 3-4... Не азиатский топ-5, я думаю. Он сможет заходить в топ-5 не азиатский. Он сильный рандомщик, да. Это факт. Не, а в рандом кап, я думаю, он топ-3. Спокойно может в ближайшее время взять. Ну, все-таки... Ну, тут много рандома, но все-таки механика... Остается важным компонентом, поэтому у активных игроков остается преимущество. А ты активный игрок? Как я же сказал, заброд. Да. Хороший был момент сейчас. Зашел, два бороса уничтожил. При этом скелеты парочку-тройку рабов все забрали под шумок. Да, и, кстати, тысячу голды нейтрон накопил. Может, он сейчас купит какого-то дорогого... Кэш купил дорогого... Дорогой... Дорогой черепаха. Слушай, а черепаха у нас тоже, кажется, ничего не умеет, да? Кроме того, что... Ничего не умеет. Это как на туртоуроке. На центре такая же. Ну, не ошибаюсь. У меня шипы, шипы, шипы. Вот и все. Аберже был топом в мире в свое время по Warcraft 3. Ну, смотря какой топ мы берем мира. Он был там топ-20, а точно мира. В варике. Если мы берем 2 на 2, то пара у них, наверное, была топ-3. В определенный момент в мире. Леха молодец. Леха мог убить Граби, забыв построить алтарь зандедов. И взяв бестмастера вынужден. Даже я помню, да. Эту игру нагнул люди. Что-то типа бестмастер, фэрлорд или что-то. Торталл-рог там было. Торталл-рог. Да? Нет, я помню нагнул люди. Ну, значит... Мы помним разные игры. Разные игры, да. А может, это и время исказило. Бывает. Руководство всегда хвалит. Ну, подожди, ну, дай полебезить, пожалуйста. Ну. Алексей молодец. Умен, красив, талантлив. Не трошу. На самом деле, дело действует очень грамотно. Вот исходя из той информации, которая у него есть, что у противника есть экспо, надо что-то делать. Продолжает копить голду. Да. Он сейчас купит жирный... А-а-а-а-а-а-а. Вермы против масс этих, да? Костяной завод. Костяной завод в двор переименовали. Ну, упадок индустрии. Ну, а, ну все. Отменено. Расстроился. А подожди, на что он рассчитывал Строе Штомхедхантеров не будет или чего Вермы красивые Это, наверное, единственный Бонус вермов, который я могу выделить Патма с аурой, скорее всего, сочетается С вермом хорошо, и поэтому он мог еще Решить, сделать Так Единственный плюс верма, это вот у всех юнитов Когда ты выделяешь их Рамочкой, у них на портрете На заднем плане фон Цвета игрока А, цвета игрока, у него типа синий А у вермов небо звездное Красиво И все, на этом преимущество вермов Заканчивается Какой любимый герой и любимый Юнит у тебя, спрашивает Рустам8808 С героем сложно Но пусть будет кот А юнит, конечно же, горный великан Он же гегант Ему убрали второй таун Он стал чуть менее любимым Но вот, все еще Смотри, паладин третьим героем Заходят от случая Прямо прекрасно Ультра хороший герой Да, он глида Укрепляет Да, спроси, пожалуйста ГВК Игрок за всю историю Warcraft 3 Только серьезно Любимый герой Игрок За всю историю Warcraft 3 Ну, ты Муна должен называть Или кого? Нет, конечно Ты расист Ты чистый Конечно Да Ну Так, тогда ты Human Sky Скорее сюда Ну, я Инфи, наверное, назову Ой, какой старенький Так он же там Четыре года поиграл и все А, подожди, Инфи Зато как Да, не Низкая Инфи Да Но поиграл Согласен Ярко И доминировал Как раз все эти Три-четыре года, наверное Опять же, рандомщик Самый сильный рандомщик В мире Единственный человек Который мог там В полуфинале голда Поставить рандом И прокатить флая Который там был Очень хороший Да, добра Вот Отличный выбор Я считаю Класс И они так синхронно Просто забили С этим Сатиашем Да Они играли Ну тут тренировались Вместе Развивались И, кстати, я думаю Один из факторов Почему они так доминировали Друзяшки Страдки обсуждали Все такое А у тебя, друзьяшки Какие есть С которым ты страдки Обсуждаешь Ну из СНГ Имеется ввиду Шадай Легендарный Питерский Игрок гандедов Фоги На Лани Брил Вот на последнем Лани В Москве Сетку лузеров Отправил Он мой Ментальный тренер Сейчас Вот Он мне заходит На стрим И пишет Не играй ни за кого Кроме ильфов Не нервничай А вообще у нас клан там Старенький Сьюка Все еще там Поддерживаем связь Молодцы Ну играю я один уже по сути Золото заканчивается У нейтрона Кэша тоже А ну шкатулка Уже купил Сейчас кинет Ну нейтрон Вышел 88 4 поганища 5 финдов 2 табурета И Дестроер Выглядит ли это Как десбол А у совуха Помнишь что У этого восьмого Че он Сейчас скажу Ну стонп Либо клэп Я вот не помню Либо стонп Либо клэп Увидим Он выглядит Очень грозно Вместе с черепахой Вот они так стоят Но он Немножко сильнее Гранта По хп И армору Так что Может быстро А стоит он Сколько он стоит 1500 Какое-нибудь Не меньше 900 900 Так надо брать Если еще клэпить имеет Хаос атака Смотри Он здоровый Какое Психологическое Плюс давление Ладно Не могу Не упомянуть Еще Раз уж Зашла речь Про друзей Из варкрафта Еще Топ 1 Мандет Казахстана Все-таки ДВ Меня тренировали Лучшие НДД Мира Повезло Да Ну что Тут Стычка Готовит 1500 Голды У Кэш Он сейчас Купит За 1250 Да Супер Мега О Йети Разъяренный Джунглевый Даже не поместилось Симон Пинников Скорее Всего Тоже Стомп Думаю Хотя Девятого Уровня Может И нет А Ну Стомп Он Стомп Пошел Пошел Куда То Явно А Другой Да Какой Маленький Радиус Стомпа Как Жил Быстро Забирают А Из Вы Дали Нормально Слушай А здесь Нормально Не трош Сражается Лимит Пока Равный Лимиты Равные Не стоит А бомы Живые Мерков Савух Тоже Тут Очень Быстро Он Вообще Ничего Не Сделал У него Мана Полная Была Да Ну Он Дал Тоже Один Клэп Или Один Стомп Первого Уровня Что В этих Трех Мерков Было Залито Где-то 2500 Голды Да Ну Билос Блэд Тем не менее Отфорки Это Хорошо Отстрелился Лучше Бывод Кэш Настроил Вивьер Но Это Было Было В 50 Раз Сильнее На Эти Деньги Под Мастер Эти Ауры Сейчас Под Финдами Финдов Плюс 11 Урона Есть Подходящий Мем Он Такой Грубоватый В общем Инвестировал В говно Да Но Можно Поразводить Попробовать Учитывая Что Унитроши Там Проблемы С Хатхантеры Такие Себе Разводители Кстати Нейтрон Тут еще Издание Продает Тогда Действительно Он Хочет Видимо Загрейдить Есть Вариант Вообще Забыть Стрейдить Или Успеть Ничего Жизни Учит Он Купил Еще Одного Там Чайник Или Латник Силд Или Что У него Есть Форкет Форкет У него Да Ну Как Наги Ну Да Там Молния Другая Не Цепная Вилочковая Как же Стратает На Нагу И На Блэйда Неплохо Ой Ай Ожиданный Форкет Какая Нага Жесткая Против Маги Паладим Ну Хиль Нагу Я Не знаю У него Маны Есть Вроде Так Камбэч Ну Блэйда Заказал В алтаре Очень быстро Блин Страшно Сейчас Нага Вернется Форкет Кинет И все Дестроер Еле живой Минус Дестер Второй Паладин Вот Шестая Подма И ничем Ее не Перебиваешь Минус Нага Нет Господи Ты Какое Кольцо Подобрал Кольцо Он мог Лишний Выстрел Получить За Нагой Преследование Идет Такая А бомба Бежит На перехват А почему Она не побежала Реально На перехват Это же Блэк Ааа Потому что Ее Перехватили Это у Легона нету Коря И он Не воскрешает Своих героев Уже Это Да Это Конечно Кромбэк Да Ой Банкоманы Была У Наги Передал Один Все Вроде Как Нага Живет Поэтому Подмая Не побежала На Нагу Потому что Там было 60 КП То есть Подмая Была Выстрел Получила Бо Форкет И Игра Бы Закончилась Поэтому Нейтрон Поменял План Решил Не Рисков Ну все У кэша Работающая База Алтарь По крайней Берее Сейчас Выйдет И у него Будет Три героя Против Одной Подмой А там Перспектив Нет Но Нейтрон Боролся Как Лев Он Уцепился За эту Возможность Посидел Долбой Хороший Ну и конечно Кэш Набрал Этих Мерков Объявления Не стоит Это Суньцзы Еще Учил В Искусстве Войны Что Не стоит Доверять Наемным Войскам Надо Делать Своих Родных Хэдхантеров Иерна Двух Док Кадрой Смотри Кадыка Ай 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 Вышку Не добил Ай И Блэй Пришел Со Скралом Еще Как Больно Подмен Ну Все Это Уже Все Не трожь Сопротивляется Но Тут Добыча У него Нет Базы Не До Конца Заринит Просто Улыбается ГГ Молодец 11 Я Таки За Кэш Более Я Не могу Себя Заставить Болеть За Эльфов Да Я только В прошлом Раунде Болел За Нейтрона Потому что Меня Старшей Переехал Просто Незаконно Пришлось Надо было Старфол Для красоты Включить А у него Аманы В определенный момент Была Но Она быстро Там уже Все В той ситуации Еще какие-то Шансы были Пока Блэйда Не было А потом Уже Не было Маны Ох Так А я тоже Наверное Вопросы Задам А давай Обращался Ли Кто-нибудь В службу Поддержки Гудгейма В связи С тем Что У него Случались Приступы Эпилепсии Когда он Заходил На твой Стрим По Варкрафту Из-за Того Что Ты Продолжаешь Жать Альт По-моему Единственный Во всей Вселенной Игрок Продолжает Жать Альт Да Я Все Никак Не смог Переучиться И Не хотел Понимаю Ну Вот Я Реально Дважды Чуть 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 Не поймал Приступ Да Все Я Наигрался Уже Мне Хватит Буду Смотреть Посматривать Варик Аффа Не Аффа Это Не Там Ты Не горишь Там Ты Не горишь Это Не Соло Там Огромное Количество Факторов Как В доте Можно Сказать Что Они Затем В чате Пишут Друг До сих Пор Жмет Все Хорошо Не Единственный Да Еще Вопросы Может у тебя Какие-то Скопились А это Единственный Вопрос Который Меня Давно Волновал Я Думал Что Точно Кто-нибудь Уже Жаловался В каком Году Добавить Возможность Снижать Альт Я Если Честно Не Помню Я Помню Что Я Это Использовал Через Программу Варран Ну Постоянное Зажатие Альта Еще До того Как Эту функцию Вели Когда Ее Вели Прям Варкрафт Не Вспомни Там Кэш В чате Выдал Аналитику Да Он Купил Не Очень Хорош Унитов За 1250 Голды Которые С двух Залпов Умерло Вот Он Тоже Все Понял Кстати Вот За 1700 Там Есть Очень Крутые Дракоши Типа Какие Немец Там Есть Я Не Помню Она Как Выграю Короче Она Суккуб Какой То Что Ли Выглядит У Ульта Дарки При Этом КД Еще Меньше Чем У Ульты Дарки То есть Там Реально Секунд 20 По Моему Кулдау Каждые 20 Секунд Переманиваешь Ленита Супер Да Подстав Какой Нибудь Вообще Будет Шикарно Под Late Game Со Став Приходишь Ну Опять же Там Есть Много Бесполезных Ммм Интересно Хорошие Расклады Но Опыт Есть У того И другого Хороший За эти Раз Насколько Я Понимаю Так Я Ну Кэш Играет Под Допингом Стандартным Говорит Я Бью Хо Ну Не Ну Удобнее Слушай Можно же Взять Тыкнуть И чай Тяга На Гуд Гейме Есть И Это Баскетплеер Там Кажется Просто Ссылку Надо На Динамики Динамики Жука Прекрас Так Панда Шикарно Герой На Лоб Их Хорош Ну Энду Даже Играют Иногда Против Львов Но Если Уверен Что Тимак Помню На Одном Из Европейских Dreamhack Очень Хороший Играл Джонни Сфоги Была Панда Против Парденки На Эхо Что Ну И Жук Тоже Хорош Кто Такое Арчиха Спрашивает Стирент Есть Такой Пользователь Дудгейма Часть Не знаю Спрашивают А Может Я Ну Ответил Ему Что Ты Услышали Назвал Человек Из Чата Так Тут Не Кэш Я Смотрю Не Хочется Заморачиваться Густых И Легких Побед Ну Кстати Может Быть Все Нормально С Жуком Лес Выпал А Ты Думаешь Поэтому Ну Нет Это Это Просто Усиливает То Сейчас Если Нейтрон Идет Крепить Точку Под Экспорт Можно Лес Кидать На Самого Толстого Грипа И Вообще Замучишься Убивать Футами Ну Сейчас Самый Главный Вопрос Будет Не Трож Ставить Экспанд Он Вроде К Этому Идет Ну Играть В Рифло Каст Без Архимага Это Тоже Такое Себе Удовольствие Он Пошел А Кэш Отпустил Почему Он Не Стал Прим Джек Причем Я Здесь Особо Не Нужен Вот В чем Дело То есть Он Мог Спокойно Ити Харасить С Лайф И В итоге Он Идет Жуком Харасить Без Мана И тут Панда Если Получит Ой А Вот Позже Но Произошло И Проблему Не Трож Минус Футмен Все Битая Экспанд Естественно Не Поставить Может Даже Это И Плюс Он Сейчас Попозже Наверно Пойдет Ставить Треть Панда Очень Фронтов И Протектор С Этим Героем Можно Отбиваться У Панда Еще Предметы Классные Повезло Кэш Свой Экспанд Одобряю Почему Твой Казал Охатываешься Далее Продолжить Сорис Даже Если Нейтрон Передумает Ставить Экспанд То Кэш Вполне Может Просто Его Разводить Там Хантами Держать На Моине А Сам Поставить Свой Экспанд Уже Ставит Ну Да В смысле Закрепить Закрепить И копаться Это Правильно Так Не Трож Сейчас Переводит Дыхание Лечится Отпилиться Да И Пойдет Все Так Наверно На Эксп Или Не Пай Кузницу Ставит А И Продал Все Так Это Ну Вариант Я Думаю Сейчас Есть Унитрон Вообще На Продолжение Делает Пару Рифлов На Т2 Наверно Попробуют Поставить Просто Панды Панды Хочется Подольше Поиграть Ой Фудмен Ай 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 Но Они Найдут Экспан Думаешь Не Успеет Панда Не Там Действительно Панды Нет И Еще Мерки Бесячие Добавляю Надо Кривести а виспыта как раз против панды не помогут ну можно на персонал киха от по 2 по 2 на он же сейчас улетит просто улетит такой был преждевременный ну слушай кэш прямым текстом написал что телефон был неожиданный ход ну что-то около того но кин шедра купил но конечно такое себе все еще проблемы думаешь нейтрона все еще думаешь о проблемах что выходить я думаю что надо пытаться ставить экспанс на т2 и делать авков возможно хавки можно и надо что-то такое что не спровоцирует противника надряд что еще спровоцирует универсальный юнит нашел хорест я думаю это будет на 3 какой они от какой-то речь три блин там уже рифлы выходят пачками ой сейчас можно нет кэш до заметил и шедера убрал могли просто окружить на высадке копится дэсбол рифлов тем временем ну можно заказать второе герой и на скилле архимага получить и спокойно собирать бриф лакас у нас было больше устроить наверное до вторым но тут тебе нужен диспл на этих шучков а для этого тебе нужно мана пристан да уж конечно мага ой опасно сейчас будет нет все там все можно даже в теории соло панду оставить по надеяться что она 6 получи да да тоже хороший сценарий но тяжеловато будет делает второй герой нейтрон сейчас проверим сильный или не сильный там один к двадцати сколько окружу шедера и посадил галса или же обольдаю сам не поверил шведер все-таки откис но он успел нарубить сколько-то но немного кстати я думал это у кэша пищелеса этого нейтрона пищелеса алхимик ну пойдет против массовых а подъехал в контракт анди а точно да но у кэша теперь с экономикой огромные проблемы у него 0 виспов на добычу леса как атакуют а играет на середине класс 44 дерьхо блин билор гусан меня лорника блин бушили нейтрон затащит еще у кэша висп в этом 4 виспов шахте такой казус и он может забыть на дистанции про эту проблему эти панда то уверенная а мне нет критов приятные девайс ой кремджек неприятный мпл пошел рабочие пострадают точно под ударом priest rifle еще есть ману на 2 мпл ой тут столько смерти сейчас будет смотри 1 2 3 не верит своему счастью там код что-то затупил от отпустил вроде бежал убивал из домики уже все ну кэшу теперь надо следующего шедера покупать высадить виспов с шахты добыть пятьдесят шесть леса купить шрёдера вернуть испов что еще косарик на руках 29 лимитов до 3 доделался называется алхимик 2 кольцо плюс 4 великолепный предмет для него мужики контроль и так пришла без воды хранить сроки он же был он же был дома почему бы не восстановил ману или не просто бьет 1 из полого лапнется и появится мана остатка то есть ли так наряденец и если греховодник на набор не пропишет и шли там он уже пофиксил 4 виспо в шахте все в порядке так пошел второй шредер я так понимаю что леса есть уже почти 99 там проблему вроде атака пошла уже ребят уж 33 лимитра а там 50 идет ну и проблема у него даже магазина нет дома газ кстати мог бы мог бы нехило помочь но это скорее всего 2 2 1 польза нейтрону по что медведя не будет они прямо нет больше нечем свитков но тут хилле 2 ой смысле 1 5 шедер отписает да что же зачем зачем не надо туда несчастная лесть опасно сейчас банда панда смотри зажата вообще он да зажата зажата дирижаблю да ладно тут дирижаблю да хорошо ой лс зря на раба над было на дыху кидать а там диск минус 2 хан трески на пару рабов жуки появляются есть еще диспалки диспал неплохой кстати внутри один диспал остался даже без маны уже еще бы с магазином не будет сколько же ресурсов у пыши 1600 хоть опять покупай мега чела до 1250 а это кстати случае когда когда могло да но у него лагерь не закреплен получается то есть при всем желании его его еще и от колодцев оттянули хотя в колодцах мана есть и тут теперь не обойдешься как выпустили вообще чудом просто нормально проскочил по бровке прошел кэш подставь магазин пожалуйста думаешь еще не поздно я думаю что 60 лимита конечно очень много голду и кэша если все это голду конвертировать в банке маны вышки скоро станут правда до магический вот так вот ну что здесь герой самый главный это панды которые там экспанды похарасила висков убивала загнала фактически кэш в эту яму кэш как ты экспанд отдал безидейно а потом висков ряды падают не трон ведет получается этот вообще первый раз когда не трон в финале этого турнира но у тебя больше опыта может ты помнишь когда он добирался до финала и вел их еще при этом чтобы быть ну смысле когда вот эти турниры еще там были раньше но в новой после перезапуска не было такого да не было круто молодец не трон а кэш выигрывал я помню он фоге 30 прокате да возможно там ну либо меньше допинга было либо наоборот больше работает доза с конечно там же разные эффекты в зависимости от количества ты помнишь смолвили говорит классно жесты гв сидим да хорошо хорошо так спокойненько но чувствуется что играет умеет понимает грунт будет местами конечно опускал местами не грунт будет хорошо хорошо бы побольше таких мест миш привет когда резик все выходные сидел ждал все выходные болел резик ориентировочно завтра вечерком как только определись со временем сразу пелен анонс и так не трон ведет 21 и мы посмотрим какие раз и выпадут героем нашим в на 4 карте а я думаю кэш кэш уверенность себя чувствует хочу сказать продолжают выпадать ильфы так продажи продажи страты могу андеды против эльфов ну без арбы и без андедов ски и героев слабо смотрится но есть очень сильная стратегия с быстрым экспон и некры если у эльфа нет героев с хорошим ауе уроном то это убер сильно все остальное слабо на этой карте как экспон нормально ставится она кстати несбалансированная тут рандомные респы вот смотри у кэша экспант проход к экспанду развернут от его базы а у нейтрона наоборот к нему развернут к его базе то есть несимметричная карта потому что тут два экспанда на 4 респа да понятно тут могут быть и респы по горизонтали слева и справа ну нормальная . там что-то типа два тролля средний не не слабая мак посмотрим что по героям и тронц калуте токолитом билд через два сегурата правильно кэш крепит скромненькую зеленую точку и выходит за у кэша козел я встану и похлопаю пожалуйста козла и если честно я сто лет не увидел уже в на случайных героях как-то так ну не натыкался просто него понятно что это выборка небольшая а вот упражнется переносмотрел и там мистер виниру в два или три раза в год три выпал козел места надо знать мк ну против козла ты сын к экспант нормально не поставишь ну то есть он хантами тебя пробреют мк хороший герой но у андедов нет пипеток маны на т1 поэтому он кинет там и болта и все дота 2 ночью сидеть дестройеров ждать улыбаться харасит пытаться как ты попробуешь сыграть даст какой-то стандартной базы кстати кэш почему-то прикупку взял на первом уровне такое впечатление что кэш слушать еще стрим с нами разговаривать ответил себе бабки не хотят спасибо кэш мы будем держать себя в курсе а еще есть забавная стратегия сделать т2 сделать пару табуретов некров с облачками и мерков докупать вот тоже нормально еще раз я послушал попроси пожалуйста отвлекся начать и андеду остаться на т2 сделать два табурета ну статую до кинтапы мамы и некров добавлять с облачками и закупать мир то есть и буквально там два микро два табурета все остальные мерки то есть полверка для умер к тому урон кажется вроде хороший да такой да да ну и плюс у тебя там герой может уйти второй тоже нормальный под облачком приходку зачем не знаю я тоже не понял зачем кэш вкачал прикупку тогда для крикинга тут очевидно пеньки нужны были вкачал и вкачал так не трон пошел куда-то гулями а отменять экспант а он увидел его молодец грамотно очень хорошо кэш должен там на отрезать опять часом к на персоналке улетит так думаешь стоило попробовать сразу после первой прикопки вот тут нормально игрушек прибегают да ну кэш выиграл много времени конечно что-то карта не в форме повторяется сценарий предыдущей игры на тут экспант не достроился хотя бы есть и плюсы меньше потерь если он знал что здесь так нагло он снова ставится наверно три бойни у нейтрона но тут уже код карчи рядом и прикопка были бы страдали атаку кэш решает крепить прикопкой смотри это древо ветров это гипарчи а впоследствии да даже на про уровне довольно стандартный да хорошо да ну там смотря какой второй герой будет а эльфа почти любой второй герой тут устраивает ой висков не хватает чтобы скелета за диск полить столько реально самону не то опять ворвался прекрасный трон кстати может еще забыть ну почему виски не едут один едет скромный виск поздновато но наверно хватает до его зевать сквозь и дисклэлит хорошо а еще инку а нет был был момент когда можно было его под поджать окружиться даже к лес но слишком много всего происходит то есть там окно вот то что там не лорники и тушатники этого не видел нейтрон причем кэш то проверяет регулярно что там на т2 на т3 он убедился что это не гарги хотя гарги ты не контрят два древа ветров кстати фаерлорда зовут лей-толерий много классных и медность я по-моему ни разу такого не видит твое любимое имя будет так все никак поставить базу каш не может она достроиться просто шикарный универсальный герой и hex и филы и змейки ну тут в некий не нужны наверное все таки но и hex и hill это он и фу фашечки просто заходит на урах на такой шикарный герой универсальный но нейтрон хотя бы увидел что-то 2 гипогрифа вытанковывать хватит троллей такие давать забыл про то что для фейриков нужны магазин сейчас может он и не знал только сейчас заказал зоне вылечки great на пеньки мощно но фэйл кстати хороший герой против масс-воздуха ну то есть он не бесполезный получается не бесполезный но там приход или ну у этих то есть без мастер был бы получше потому что у кабанчиков средний тип защиты а у этой твари из недр тяжелый быстро фокуситься не троша явно планирует следующего атаку уже под экспант сейчас делает фрэнди выучить сетку а фрэнди уже нет нет фрэнди судя по скорости до опа не готов сейчас не трон сражаться еще нет вот сейчас доделывается great на и строк но нет к его вот в чем проблема ой финт убежал я не понял как там недоконтролил гипогрифов просто и они строили начали ой ой кэш финн смотри смотри этот финт столько всего успел сделать настрелять все уже ну кстати финдов то больше вообще не осталось нормально ну два финда окажется ну то есть могло бы могло значительно хуже это все закончится и смертью раночка какая тут какое тут дерево в правом верхнем углу а арты сразу этой корневой системой это из компании древо жизни наш любимая защищали висками ты проходил компанию завар варкрафт наверняка нет конечно серьезно ни разу про правда не проходил но я в уроке играл ну по крайней что-то там первое за арку для наверно за арку ты в тоже точно не походим но как-то рок вышел и ты сразу начал прошел компанию да верно давай сейчас посчитаем это было 2002 году прошло 22 года тебе 33 ты был щеглом 11-летним 10 11-летним играющим в компанию варка возможно класс это было так давно что стерлась из моей памяти но ты не жалеешь что лучшие годы свои возможно отдал варкрафту то есть и другие способы бесполезно провести время не знаю и не хуже нарушил игрока всех прочих нормально первые зале я же обучалки говорят какое-то время не играл как немного поиграл а потом меня опять засосала опасная трясина так искали на крыша выглядит довольно серьезно уже да все тут я думаю он должен забирать потому что но мк против эриков откровенно уже ничего делать не будет по героям дитингом исха 30 скача шикарный под фэриков тоже особенно прям ухо надо только не пожалеть виспов задиспелить все не трон хочет поставить текст на халяву да где на а вижу все но это так точно я живу даже видел не обратил если долетят но это ожидаемая штука видимо и как сразу же летит и убивает все тут уже крит масса такая хорошая до туда пошел персональный мк прилетела сидел тут еще нет ауры деки поэтому кайтить не получится сейчас главное это порождение лавы запокусить чтобы она не расплодилась ой 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 конечно это это все уже ну извините все таки эльфс отбом это вам не быть чихну 22 смысле 2232 а нет 2242 фул дистанс как сказали бы наши друзья из back to work кстати код они там еще свиток свиток лечение здоровья скачка стесняется и выкидать дескер подлетел элементарий неплохо накидывает смотреть блин mountain king хороший герой но не падает у страта эльфийская я саша может все-таки после выхода им ки надо было аркадное ставить экспант типа молоток гульки как я думаю что кэш могу просто хантами из двух бараков пропушить но можно было попробовать так сильно конечно период не думаешь что просто я не думаю что можно играть с одной базой андедами в этом режиме без деки и лича эти андеды как и арки завязаны на героях но если ты играешь стандартный да это правда не трон еще отказывается смириться на помощь как он еще с под мой в позапрошлой игре до конца кэш горит 60 гв 0 микро болею а у вас отношения тоже особые или как нет кашем нормальный он же не а мы с ним очень давно не играли он же вообще сейчас вообще не играет так отчаянно там молоток огрызается нейтрон пытается кого-то там поймать сражаться на эльфу в такой ситуации вообще не контролить особо не думать не надо там плюс 15 плюс 20 лимита во время финального сражения было есть дизейбла и есть фокусы есть лечение перекликал через шифт улыбаешься подконтроливаешь героев и пиком это тут уже давно огонь и и правда сегодня англера так похоронил сказал что это огонь и давайте чтобы другое посмотрим целую игру селка но тут-то наверняка если сейчас каким-то образом у не троши база еще там достраивалась или там что там работала как то можно было бы а так саха на половину 5 лимит 62 на 43 штурмануть базу такой армии кэшу не удастся но можно влепить третью до заказать там грэда на атаку хоть хоть в химию уже можно выходить с жижей а там телепорта нет последняя атака став мне боли на риск и банка по еще было возможно на т.д. не уверен но недоконтроливаю час кстати каши и мануусахи нет что даже не даже как телепорта вероятно в смысле как бог ему что этот тоже умер ладно согласен нет или не умер мк без сапог поэтому над ферриков не убегает ника 5 фаерлорд спасайся кто может нужен были строй поднимает дисплеер да спасает не спасает куб фаерлорд наяривает дороги ларба кэш взял и развалился 54 лимит это худший лимит в такой ситуации вроде уже преимущество не тапки есть надо крепаться все равно тут тут надо поддерживать количество ферриков можно отойти еще один экспорт поставить продолжает липать ферриков самом деле x можно и здесь под боком паста хотя там не закреплены можно и действительно докачать 55 x 3 воткнуть пусть сидит себе на своим меню крайнем случае еще вокалитов залететь с телепортом до размер хорошим можно сделать такой массы точно несколько штук околитов убьешь прикопчика хекс фокус фокус все . тут опасно думаешь ну не так чтобы прям но голем может пару ферриков убить не ваш еще грязи тетку минус один минус 2 а тварь и где-то седьмого дал его у них меняется скрипт поведение кажется или седьмого листа шестого шестого ему плюс еще под глаголом они себя также ведут почему-то умнеют под глаголом а так вот еще как это объясняет поведение тролли не тэри периодически я не могу понять меньше уже игра блин класс вот оно что михалыч оказывается тролль под бладластом просто а то вроде контроль и шри торги тиша уля сучок так ну кэш отказался быстро выигрывать уверенно ты про отсутствие экспанда и вообще про эту отдачу а уж думал что все решающие настроился вообще есть гипотическая вероятность что мкс пятым с хорошим фокусом 0 саха не перехилит то есть если там инвулов не будет достаточного количества или там накосячат со составом то герои могут исчезнуть очень быстро ну став плюс можно купить телепорт скрол только купил и банка хп есть алоха алле 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 х говорит крутяк что-то гв на стриме обожал и скучаю когда он в 3 на 3 играл с поги и пухом ой было такое 50 лет назад когда еще не был таким токсичным да это было до 1 30 был такой шоу матч с китайцами а ты даже комментировался 3 на а этот серьезно 3 3 до 3 до вы были тремя эльфами там 3 хума 3 рендера что смутно помню и там инфи тяши седы такого уровня парни играли мк вынуждает как царь всех прокатили они с каждым на кольцами у себя поиска и не не ей минус феррике минус финды еще 300 голды у нейтрона но здесь нельзя возвращаться к сожалению минусов на все но не не было выбора там а и матан кинг когда последнего жеными он вытанковал очень много урона для да ну тут вообще мку не надо было бить по хорошему 22 решающая игра призовой кстати хороший да кстати рад что подтягиваются люди но учащаясь не меньше становится меньше не меньше горе становится обычно простуденцы обратно около пятидесяти это прям на если у копы регалась и раза меньше на последний ну мне как человека который следит за варкрафтом уже по строку поскольку было не очень интересно наблюдать за типовыми стратегиями то есть здесь что не финал то какая-то наркомания просто потому что вариантов очень большое количество и вот то есть тут меньше шаблонов то есть они есть но и значительно меньше чем соло из не так скучно как смотреть как там стандарты катают особенно если есть четкая градация по скилу и ты понимаешь что там хопача не выиграть а тут повезет не повезет подстроиться не подстроиться сколько пива выпил опять же кэш много факторов влияет на исход матча и мы ведь тут конечно да ну все равно совсем уж случайных людей там в финале не было поэтому скилл что-то продолжает значить но призовой фонд спрашивает дальше двадцать одна тысяча двести двадцать семь рублей для онлайн нового турнира который там за пять часов проходит с таким интересным форматом это сейчас в варкрафте в принципе в юной европейской сцене не особо много движухи особенно после того как и сл ярко ужина и это теперь главный еженедельный ивент в европе круто там доната на 15000 откуда остальные да там не весь донат показывает ты можешь просто посмотреть на список всех поддержавших увидишь что там арктон сареникус луна панк там 11 человек за саппортили все надо взбодриться чуть-чуть и подуснул немножко давай пойдет бодрый как покамец бодренько давай заказываю у мирор не было его сегодня видел неплохо для разнообразия и хуман смысле ну а почти почти те же хуман и только мертвые андет мирор был у кое-что зашел с нейтроном не было ну слушай это очень хорошо же на мой взгляд что не выпали раз хорошие имбовые для решающей катки и даже пойдет сейчас тут может быть конечно перекос но все шансы останутся даже при самых худших раскладах там да имеешь ввиду что у андов ну если не стандартные герои то в принципе все равно потому что скелетом с дианкой на эксп ты можешь играть но почти кто-то лучше кто-то хуже танцы будут кукушник сегодня без ютуба потому что аспирант отдыхает и он занимается созданием трансляции там но запись я делаю вы сможете по крайней мере записи посмотреть трансляции на youtube чеки спасибо что смотрите на гг кстати я пытался твой стран у тебя случайно дропов нет но при трансляции на гг что-то ты мне лагал к сожалению сейчас нет может быть вернее не сегодня в прошлый замечаю что там да нет обычно нет ну из речка были какие-то там потери пакетов но вряд ли я бы обратился в техподдержке гудгейма да я бы тоже есть просто таки проблемы которые ты не сможешь решить нибудь у тебя там не знаю там 30 миллионов рублей просто чтобы взять серваки и каналы это мы не google город в осаде ищу провайдер иногда начинает что каши кстати герой почему-то гораздо позже то странный билд был но он и должна быть садагу нет подожди гулям то же самое все то же самое только герой позже и второй зигурат позже он магазин очень ранний поставил зачем-то не знаю паладин на самом деле паладин с учетом то что там андеды это но это да не очень но не безладно что да если бы там было что-то живое у тебя андед бы расклад был бы хуже было бы хуже а так хотя бы как урон нужно использовать этот караси до колитв можно кстати отличные страдки если до 3 до гулей добивать да и аура нормальная не был один в принципе кроме того что он медленно его сложно качать о варденка получше конечно у нее и кинжал можно потом можно переучиться на веер который гулей косит ну и вот варденку в соло можно тем более в андетный рори кстати кэша с джонни когда играл у джонни тоже была варденка андетный рори а у кэша был форсир он выиграл то игру кэш пока не берет череп оба т2 жмут кстати в ответ на т2 можно было в экспанс играть против паладин то особенно в принципе я не вижу причем не играть т2 в андетный рори но только если у геру соперника там какой-нибудь форсир тоже я не знаю это совсем безнадежно я наверно говорился я бы хотел сказать что можно было экспанс играть кэшу в ответ на 2 или или это не вариант вот такой ситуации две одинаковые расы герой вроде позволяют андет на андет я думаю экспантом доиграть ну стандартная одна базовая армия андета она завязана на дк арбуз ли чем ты даже не выйдешь ни во что сильная сейчас могут и калит спадать не рубки нет погнали даже не спасти никак этого что не кидая кинжалы в паладину ну хотя бы одного калита забрать очень странно планирую я понимаю на него был момент когда было меньше соточки там два скелета ну там много гулей боится все раунд попасть попал и близко кстати конечно теряет и калита но у него гули бегает место меньше не то что по нам сильно нужен привет тиранцы друзья добрый вечер решающий у нас уже пятая игра кстати кэш значительно больше гулей нас как-то реализовывать воевать убывать ну что варды ночкой часто 2 доделываются уже не обязательно стоять хочется покрепить да рада я про тоже хотелось бы и уже кинжальчик 1 резанный лишь когда тфт выходил только вардом была с другим кинжалом выходил архмак наверняка то это застал и и и и и и тут я помню как ему стоимость повышали 65 до 75 но это уже после рождества христова было что там раньше я плохо помню но был 75 75 я помню когда blizzard и в патчах героев новых коверну добавляли вот кому расскажи не поверят да и думала круто гулю добил паладином и ушел довольно не трон оба так оба поражали т3 я не понимаю что они хотят выходить на гули с фрэнди потом филды видимо ну какой-то стандартный опять же микс держит за герою нейтрона о варденка под паладина хорошо по крайне мере живая спасибо за это да да может танковать и лет товар танки есть минус один из минусов это дохлая нам больно лишь пока не берет героя и ну вообще мне нравится идея играть сула варденка ван датной роли ну конечно калит уязвимы и дополнительный экспо прет бонусная действительно джек пошел дети есть очень плотный вроде маленькие были на 750 хитов еще inner fire сверху ну он не знал сколько добегал людей он окружала и тогда когда еще ничего не видел когда уже окружил и чудо как-то хреново здесь разменивается хотя не знаю кто даже пока финда на гулю кэш поменял это конечно такое себе и ой ой и продолжается в поделки добил мне 23 тут рассказывают про времена добавления героев таверны чувствуешься ребенком до щегол молодец судя по динамикой кстати визы могли убирать героев из таверны последних пачек я не удивился бюджета не хватило на озвучку или на что на переработку не трон застелил еще кажется ой ой не драла опыт возможно до девайс забрал кэш и блин конца он только что блин прокачал да или нет я не заметил он про общественные день я не понимаю зачем он так рано финдов начал добавлять смысл не было много гулей можно было френди выучить лагерта убрали почему быть героев не убрать посмотрим пока у нейтрона получше все по лимитам вроде более-менее на что-то нарезал почему них по лимитам одинаково ну что у нейтрона больше голду армичу сорбоку атакуют носик подарил димит резки подписочка спасибо blizzard даже чем убирали за verwatch помнишь макре после всех украшений у них могли быть темы с удалением героев из варкрафта по с живешь нам а я да они я знаю что не в этом херстоне перерисовывали карты два паладина нормально барбенко может себя вообще ультра уверенно чувствовать просто ничего не боятся это наверно не брал третьего героя на месте ну окей ну теперь куку круговая порука у паладина не будут друг друга хилить и вечный двигатель гэша кстати патма вышла она может аурой финдов тех же поднимать тут пока еще более много ну при таких раскладах надо варденту на веер переучивать наверное они трон выбил ауру армию игрока атакуют до верлей дублирующихся героев не не работает ни 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 поочине прочитали такой вероятности разработчики не ждали они двух паладинов на андеге кстати я думал что не может выпасть 3 одинаковый герой на этих картах оказывается в этой редакции может потому что хандры бы на прошлом турнире 3 форсировала пошел экспанты не трожь вообще-то качать бы хотя бы 333 вот эта связочка будет смотреться очень классно получается два паладина со вторыми холилайками но при 3 уровнях смогут финда ваншотить да и вообще ничего не сделать 2 хилами на 600 хп а у них же еще холилайт вроде как к ней не 75 65 и не лети на сразу бах да да там анимации очень быстро варденка тут шинкует пора уходить уже как урала будет грамотно каждый действует видишь он с одной стороны папа похарасил потому что до 3 потихонечку докачает но ему надо еще экспант проскрутить да есть такое дело ах они только идет к 333 эти три одинаковых героя если ты выбирал бы три одинаковых героя то какие были бы то есть очевидно должно быть по минимуму пересечение типа рассосмотрение максимально универсальная давай ну трески допустим мешают друг другу тренки представляешь просто болт 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 перманентный баш так ну так это на поверхности что-нибудь такое более извращенная репет лорда и но они подерутся за когти также как и переблида и рык тоже не стакается нормально у них до панды три штуки 1 кидает вины пары остальные с пассивками и дышит три тинкера и развязываем третью мировую войну это ракеты 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 или быстро и дащите можно делать вытянута урена фауры вот я то время подумал они конечно классные но ой астрепортирует сюда успеет собрался нет это развод опять от кэша но кэш опять же он не знает об экспандии в правом углу и это вот глобальном пока что самая действительно большая ошибка копил тысячу голды но ему надо уже выходить из лимита идти пушить этот самый экспанд сегуратов станут и не трон просто на героев задевается мне кажется кэш сейчас опять купит не что не у лимита нет и он голду куда-то потратил героя заказал до тележки благодаря глазу кэш пошел опять вот в разводы разминулись они и но все хорошо если если бы экспо не было так то это какой смысл в этом все да ему надо давать генеральное сражение дальше только хуже будет минус я страдал до бестра хочешь перехватить смотри свои средства сейчас будет перехватывать варденка отстала а хочу не трону варденки вкачано там блин конец а зачем я блин а по двору кэш и дредворт ну догонять финдалом пощадил нет не пощадил ой больно кэш тут убил магазин идет дредворт прозовут медоней но что он тут сделает кинет корион спит не трон о дредворт дредворт смотри дредворт а забыли и сейчас ему еще два бах бах сверх атаки вообще дредлорда будет сложнее всех страдать будет можно продать алтарь чтобы не повадно было чем дредворт даже ничего не прокачал он ну как бы а чему делать не заказал 170 голды теперь теперь со скидкой так они тебя и подсаживают разводят надела армию игрока такую почему каша по-прежнему преимущество по лимиту не могу понять они прям вышки вложился галду продавил девайсов наверное закупил и не тронуешь и при этом сражается понимаешь он чувствует что здесь можно может с героями да пора подразменяться отойти от строится и в такой ситуации вообще непонятно кэшу кого бить из трех героев героев вообще не бить если бить то не варденку он мана закончилась в 1 мил один кстати и вот этой армии не улетает у по принтом персоналка а с не положение больше маны нету дредлорда так инвул есть можно идти ладно вот нет ой там вопрос его ударят кисло мне показалось что она ушла на 13 хитах это последняя таксинжал он же тик а его на шум умерла от кинжа армии игрока так они не ну я не вижу все равно так интриги кэш не знает про экспо все бы ничего сколько каточек заливалась особенно в самом начале я помню на турнирах по поэтому что стараешься контролишь там но фактически грубые ошибки на то и грубые что как бы ты там не контролил не старался если зевнул x это слишком жирный жирное преимущество ладно там в старике в первом там еще экспанта на вложить раскачать он времени занимает а тут бах поставил и все и трое у кэши теперь уникальная ситуация у армии есть аура под мы и аура дредлорда на 3 милишные армии стрелы ранжевых на впервые такое вижу бельфины и русалка они если честно не пара не пара не пара от мая дредлор тут примерно так же смотрится и вышки на экспандии лимита уже много сейчас земли увидел уже конечно мини-маппе но тут реально под вышками или порта нету нейтрона кстати может он успеет как-то вышки прогрызть все это время город в осаде ой дестройер господи что там земнул дестройера еще как говорится нагиб копейки не считает ну это великий великий игрок фабу санчес да я помню кто такой ноги у него было много он в разных играх отмечался и бомжи даже немножечко успел такси придумывать и в hardstone сколько раз легенда брал или не брал вроде вроде брал я помню в конце концов конечно ходил и скаутил армии 80 лимита ходил разъедан так ой дредлорд смотрел сверху вообще не жилец у не троши одна проблема у него грейдов нет хотел к что же только один грейд на атаку но его можно понять у него с деньгами проблемы 5 варденку кэша у она затаренная косарь хп она через кинжал прокачена кстати патма но вышки там не пробиты не тонны просто отойти можно по них 444 герой это конечно жестко мана закончилась но есть банк есть ингулы ой скроза бизерный свиток зверя какой но тайминговый потому что дестройеры там были может поднять табурет катается по дням у по паладин есть ману варган так не там почувствовал прям прям вот в очень вовремя суши но как бы нет но мы не осталось буквально на три с половиной минутки у нас денег да это текст конечно если пнец пока 6 был уже скорее всего выиграл 600 голды в минуту же не 600 голды минуту до а у кэша 950 они я не тронуска смотрел не трону до несколько раз причем поэтому там золотом беда эх я рассказывал что ильфы не затащит этот турнир ну вот нейтрон справился у них стандартные у них игры получились в основном без экспо выиграли так разнообразные комбинации героев решил кажется все воскресить грандворда ну он стоит 210 дешевле финда и он все-таки посильнее из этих соображений первый самый раз он стоил 450 вот тогда его 425 вот тогда его не надо было покупать сейчас уже можно а если в соло варденка представляешь ситуация вообще у кэша могла быть абсолютно другой да я думаю тут соло варденка увереннее смотрелось ну подмакаешь тоже неплохая темп снижает все делать кашу выходить на экспо я думаю просто выходить не ну решающий он же не будет так вот просто лапки вверх издаваться ну пойти потыкать в варденку и потом выйти ну туда выходить на экспо он оставил 50 голды в руднике и пошел все армии так на экспо бежал зачем 50 не знаю он же продается автоматически до продается ну видимо к штамм действительно статьи это еще и немножко попался варкрафтерской механики выдан когда шахту давайте раз игрок продает девайсы находясь за лимитом на то есть там больше дамки у него лимит то голда который получается с продажи штрафуется но продажа андедовских зданий не штрафуется когда ты находишься тебя получаешь у прайс ну надо написать бизардом пусть пофиксят вот пашеры все знают я думал тебя научили там цемента иринику смели нет мы не рассказывает не цемент кстати вырос очень неплохо в гранд мастер недавно заезжал да да что воспитал который reinforcement да я понимаю да я видел на турнирах он чаще чаще начал на соло турнирах выступать но тогда фабашечка он частый гость alander гор привет и я увидел сообщение stories что сразу не среагировал нейтрон твой кэш тут конечно не сдается она на колитов убивает на xp поехал стать покуда он поехал а он все нейтрон скопил купил скролл два скролла 2 ингула пиджак замшевые три штуки на все подготовился и так конечно не хочется этот экспанс давать на выхода нет просто выхода нет город в осаде было дернулся но что не успеет и на все колиты фарденка тоже колитов выкосила но там с мэй наружного выезжают был хороший хорошая ротация получилась сейчас она прошла в последнюю в последнюю атаку каши да будет пытаться выбивать вышки вышки магазин и минус лимита 220 лимита да можно уйти красиво вот продать все свои здания пока они продаются пойти в решающую атаку и дерешься дерешься и вдруг раз и все игра закончилась я не трон даже не пойду что произошло и гг писать не придется опять же сплошные плюсы на пике уйдешь не болей всем здоровья друзья сейчас коронавирус за нейтрона болей рассчитывал сейчас не трошу что получу мы вдруг хватит на этом магии несчастном чтобы паладину прокачать до пятого окно что сражение сражение армию игрок атаку ой ох там был хинк уловка горьки разваливаются ой 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 дредлорд горду вообще в везет везет от правильно в этой игре украл выпил в алтарь не трон красавчик впервые он тащит турнир кажется чем интрига 32 кэш уже выигрывал все 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 справедливо получается классно слушай спасибо тебе за то что спонтанно откликнулся отлично спасибо я тут уже засыпал себе хорошо давай успехов удачи будем болеть на за тебя на следующих турнирах тоже у нас хороший рандомчик а приходи на фашечку кстати тоже можем катнуть окей хорошо ладно я отдела я ушел из большого попа и там небольшой он по фан давай спокойной ночи всем спасибо за внимание майкеру спасибо всем удачи не болейте класс и все друзья спасибо что смотрели с наступающей вас новой недели здоровья счастья ориентировочно увидимся с вами завтра вечерком во сколько точно сказать не могу надо понять что завтра у нас по по понедельнику как только станет понятно я сразу пильной анонс поэтому на гудгейме подписывайтесь добавляйте там канал этот вызбранная чтобы получать уведомление о начале трансляции таким образом как только я стартану ну станет понятно что во сколько будет трансляция вы сразу об этом узнаете и ориентировочно завтра будем резидента его играть вот а ландер горгать зашел через сказать спасибо за прохождение x-con 2 сейчас на 34 трансляции эмоции восхитительные штурма ой штурм ассасинке я не помню на самом деле что было именно в 34 части но все штурмы избранного были классные классные там не было проходных штурмов все были классные все благодарю до завтра пока пока